Я понимаю четко, что слово «пацана» будет очень тяжело привыкнулось. Слив восьмой серии – это был пиар-ход. А все не просто так, кумовство, вот это все. По блату на главный ролик, ну и берут. Мне хотелось бы, наверное, поехать куда-нибудь в Голливуд и там себя попытаться найти. Когда ты сильно хочешь, все вот вкладываешь, у тебя обязательно все получится. Мне Игорь Актиш Крутой. Он написал мне сам в Инстаграме. Офигеть. Что? Мне пишет Игорь Крутой. Про тебя и про Лунаком, блогера, писали, что вы в отношениях. Я считаю, что первым моим инициативом должен провел быть мужчина все-таки. Я очень много ему писал. Ну, амини, тендер, либо я. Спокойной ночи, сердечко. В 20-м году я думаю... Он знал с детства, как нужно там ухаживать за женщинами. Носил там сумки. Я говорю, сынок, мамульчик, я там тебя защищу. Чем старше я становлюсь, тем сильнее я начинаю ценить маму. Зачем ты с мамой выходишь на премьеру? Зачем тебе? Ты взрослый. Ну, а как? Это тот человек, который сделал меня тем, как мне сейчас. На Авито недвижимости вы сразу видите историю застройщика, данной о квартире из Росреестра, перепутацию агента. Прозрачный выбор на Авито недвижимости. Друзья, всем привет. Я Лаура Джугели. Это надо обсудить. И мы прилетели в Дубай. Мы приехали сюда снять актера, звезду слова пацана, Леона Кемстач. Леон, привет. Ну что, снимем интервью? Стоп, пацаны. Погнали. Леон, я сейчас буду делать такой небольшой интерактив с тобой. Называется «Колесо балансом», где я буду назвать разные сферы жизни, а ты будешь говорить, на какое число ты их ощущаешь. От 1 до 10. 10 – это супер, 1 – это очень плохо. Первое. Карьера. Я считаю, что это только старт моя карьера, конечно. Меня безумно все устраивает. Она сейчас прекрасна. Это прекрасный старт. Я не могу назвать сейчасшнее положение полноценной карьерой. Потому что для меня карьера – это когда человек уже заслуженный артист России, например, он уже 20, там как минимум хотя бы 10 лет он в кадре. А бы заслуженного за 20 дают, больше 20. Ну, не всем. Да, да, да. Дали за меньший срок. Да, особо талантливым артистом дают раньше. Но для меня все-таки карьера – это когда человек уже полностью стоявшийся, когда у него есть огромный там уже пакет. И, ну, если мы конкретно в актерском плане говорим о фильмах, проекте, и он играет в театре. Для меня я считаю, что это обязательный вообще навык актера – умение играть в театре. Я недавно был на примере «Окей», и там мой друг Слава Копейков сказал очень хорошую вещь. Игра в кино – это вот можно сравнить, если вот ты ходишь по канату, но канат на полу. А игра в театре – это когда канат у тебя натянут на четвертом этаже, и ты по нему ходишь, балансируешь. Это вот так работает, потому что там нет права на ошибку. Возвращаясь к вопросу про карьеру, сейчас, наверное, 7 на данный момент. Но это все, опять же, только начало, и оно будет расти только дальше. Мне всего лишь 16 лет. Сниматься я планирую еще долго. Ну, десятка – это, я так понимаю, что-то, когда у тебя и театр, и кино, и все проекты вместе. Но и не только, наверное, актерское поприще. Я так понимаю, что ты планируешь как-то развивать себя еще в других направлениях. Да, вот сейчас, через два дня у меня уже выйдет альбом, как раз, если не ошибаюсь. Через пару дней, скажем. И, естественно, хочу еще развиваться в этом направлении, в музыке. Поэтому пока что… Пока что два направления, которые ты планируешь развивать. Но ты еще говорил что-то про бизнес, про то, что хочешь вообще, чтобы про тебя Forbes писал, но не писал. То есть, чтобы ты был теневым. Я всегда хотел, да, теневым, чтобы никто ничего не знал. Такой скрытый олигарх. Да. Это такая некая цель. Ну, не то, что ты, конечно, олигарх, но, естественно, это есть в моем списке целей. Но почему? Не потому что, чтобы я там знал, что у меня там опыт, там, все-все есть. А чтобы помогать, я считаю, что это очень круто, быть влиятельным человеком, состоявшимся. Не для того, чтобы ходить, грубо говоря, там, выпендриваться этим, показывать какие-то там тачки, дома, виллы, яхты. Я считаю, что классно помогать, ну, чтобы я мог. А что, открыть обязательно свой фонд в дальнейшем. Это очень важно. Благотворительно. Да. Я, кстати, видела, что вы с ребятами летом, кажется, в онкологическом центре, что вы были с ребятами. И что ты в том числе, там, помогал, оплачивал, то ли какую-то комнату. Да, комнату мы открыли. Да, детские, две детские комнаты. И, ну, это все, что нам Бог дает, все-таки надо этим делиться. Не просто так мне все на голову свалилось. Я бы хотел делиться с людьми, особенно с нуждающимися. Всегда было для меня чем-то важным, потому что мама, я помню очень четко, когда мы там сидели на даче, ну, просто где угодно. И, знаете, когда смотрите телевизор, там всплывают вот эти помощь, не помощь, там, номер прикрепляют, куда-то переводить, мама всегда там отправляла деньги, вся семья у меня, все очень этим горят, горят помогать. Также мой отец Антон, он вообще человек с большей буквы для меня, он заслуживает огромное уважение. Если даже взять только это в пример, он очень помогает всегда детям, всегда помогает детям с онкологическими заболеваниями, с разными нашими трудными такими синдромами, он всем помогает. И даже снял про этот фильм «Нормальный только я», где, ну, задача была показать то, что все эти действия такие же, как и мы. Вот и название такое «Нормальный только я». Есть пример, да, в лице Эмина Агаларова, который, по сути, успевает строить город, параллельно гастролировать, записывать музыку. Но в кино не снимается, но мне кажется, что вообще никогда не поздно начать, уже не удивлюсь. Ну вот ты свою карьеру видишь как, вот какая идеальная картина, и в твоем представлении ты в 30 лет. Я в 30 лет, вот, наверное, кстати, раз мы Эмина и завлекли, так скажем сюда, я думаю, что что-то подобное, только при этом еще актерство, и все-все это, потому что мне тоже очень близка стройка, и все вот в этом духе, музыка тоже. То есть где-то в Арабских Эмиратах ты тоже построишь какой-нибудь оазис, город? Хотелось бы, но здесь, кстати, очень-очень сложно с этим, потому что открывать строительные компании здесь тяжело, так как есть уже такие крупные, ну, огромная конкуренция, но интересно, думаю, будет попробовать. Прошел год с момента, как премьера слова «пацана» случилась, как изменилась твоя жизнь за этот год глобально? Ну, очень много чего поменялось, появились новые возможности, появилось очень много разного рода деятельностей, которыми я там теперь занимаюсь. Гораздо большее количество съемок, то есть постоянно занимаюсь, постоянно все распланировано, там приезжаю в Москву, у меня там оп-оп-оп дела, в Дубае здесь какие-то дела тоже съемки. Ну, вырос, понятное дело, год прошел, мне было 15-16, в любом случае я еще расту, меняюсь, но как минимум, что точно могу сказать, это появилось большее чувство ответственности, оно, как и было, вот прошлый год оно так резко свалилось, сейчас я его, так скажем, устаканил, понимаю, что, как контролировать, как надо двигаться в медиа, не в медиа, как надо вести себя и просто продолжать свою карьеру. Ну, вот момент, когда случился такой вот прям самый пик популярности, это когда? Да, вот ты помнишь этот день или, может быть, этот период? Декабрь, я думаю. Это был декабрь? Финал, получается. Да где-то вот середина, наверное, если по сериям говорить, шестая, седьмая серия, вот где-то так, это, наверное, было самое такое. Ну, я сужу там по подписчикам, условно, что было тогда. Я почему-то был готов, наверное, к этому, я знал, что я всегда там говорил у Розильты, что, блин, 100% будет крутой проект, я уверен, я там специально снимал всякие видосики, я знал, что, ну, такого, естественно, я не ожидал, но я понимал, что что туда будет, потому что фраг действительно очень стоящий, и многие об этом говорили в индустрии, знали об этом. И я, так как еще, ну, нахожусь постоянно в среде обитания, так скажем, звезд, всех людей, за Антоном, ездим на премьеры очень часто, и до этого ездили. Вы видели твои фото с Филиппом Бедросовичем? Еще какие-то старые фотки я видела с разными артистами у тебя были? Да, 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 то есть мне много, я был, так скажем, в этой тусовке до этого, и спокойно к этому относился, и мое отношение сейчас, наверное, не поменялось. Вот Розиль просто рассказывал, что он как-то даже выходил, то ли ловил машину, то ли ждал такси, там все останавливались и фотографировали его, и ему вообще было очень неуютно, вот когда столько людей, вокруг него начинало толпиться, вот у тебя были похожие какие-то ситуации? Ну, то, что я был здесь, я это еще делал в меньшем мире, потому что я вот в Дубае учился в это все это время. Но тебе было обидно в тот момент, что ты как будто бы пропускаешь что-то очень важное? Честно, честно, да, вот честно скажу, я думаю, блин, ну, хотелось бы пойти там что-то просто прогуляться, хотя бы мне было интересно посмотреть, насколько это все масштабно, попробовать это. Но, да, немножко было не обидно, тоже так выразиться не могу. Как будто бы там движуха какая-то происходит, а ты чуть-чуть все здесь, и как будто пропускаешь. Да, да, такое, конечно, было, если честно сказать. Но, может быть, кстати, это тебя и уберегло от вот какой-то такой, знаешь, момента. Да, да, я считаю, что все, ну, как сложилось, так оно должно было быть. То есть если я в это время был в Дубае, значит, я должен был быть в Дубае. Я давно для себя поняла, что лучшая основа классного образа – это ухоженная кожа. Поэтому я стала просто фанатом бьюти-ритуалов, которые помогают мне добиться чистой, гладкой кожи со здоровым сиянием. Но так как времени у меня всегда мало, то я выбираю многофункциональные средства, чтобы не растягивать уход, но чтобы моя кожа при этом получала нужное очищение и увлажнение. Поэтому я просто обожаю средства от Бихеп. Гидрофильный бальзам Щербет справляется с загрязнениями и не требует дополнительных этапов очищения благодаря уникальной технологии. В составе три вида кислот, которые препятствуют появлению комедонов и сальных пробок. А масло жожоба, церамид и экстракт криба чаги увлажняют и защищают кожу от повреждения клеток и замедляя процессы старения. Некоторые бальзамы нужно смывать пенкой, но этот отлично смывается обычной водой. И завершают свой уход сывороткой 2 в 1. Она подходит для лица и области вокруг глаз. 8 пептидов и 17 аминокислот делают кожу упругой и устраняют следы усталости. В сыворотке тоже есть экстракт криба чаги и неоцинамид, который выравнивает цвет лица. Бакучиол в составе отвечает за сокращение глубины морщин и уменьшает пигментацию. Бихеп – это пример по-настоящему классной корейской косметики, которая сочетает в себе инновационные разработки на основе натуральных ингредиентов. А еще это невероятно приятный продукт от упаковки, запаха до текстур при нанесении. Кстати, косметика Бихеп не тестируется на животных, имеет веган-сертификаты, а упаковка перерабатывается на 100%. Я очень рекомендую попробовать бальзам и сыворотку в паре. Вы поймете, насколько просто и приятно можно ухаживать за кожей на ежедневной основе. А еще косметика Бихеп станет прекрасным подарком на Новый год, ведь она не только эффективная, но еще и в очень стильной упаковке. Нет ли страха, что больше второй волны такой же популярности не случится? Я понимаю четко, что слово пацана будет очень тяжело приплюнуть. Я не жду, условно, каких-то своих будущих проектов такого взрыва. Но я знаю, что они будут не менее классными, и, может, они не обретут такой славы, но не было. Я знаю, что мне там было приятно сниматься, мне классно. Я познакомился с новыми людьми, я провел крутое время, открыл для себя что-то новое. У меня новая роль в моей кинографии, это же классно. Но волну популярности, ее никогда не надо ждать, она всегда приходит внезапно. Поэтому надо просто заниматься любимым делом. И когда ты занимаешься любимым делом, не думаешь об успехе, вот так вот. Ты думаешь, тут уже так, тут уже так. Когда ты занимаешься просто и понимаешь, что да, я развиваюсь, да, у меня там стало лучше получаться, так я тоже набираю другие обороты. Тогда и приходит успех. Когда ты понимаешь, что ты это любишь, когда ты вкладываешь в эту душу, он сам приходит. Главное, я считаю, что у человека должна быть некая, то есть есть дорога жизни. Вот если какая-то прямая линия, вот это его цель, линия его целей. Например, там, мужчина, скажем, есть линия его целей, и он, она у него постоянно в голове, он идет по этому пути, но у него есть какие-то некие отвлечения. Но когда он придерживается этой линии, к нему само все приходит. Если он знает, чего он хочет и идет, и все для этого делает, то к нему сами придут. И, грубо говоря, деньги, и там машины, и что-то еще. Главное, верить в то, что делаешь. И любить то, что делаешь. Для многих ты, все-таки пока у тебя не вышли другие роли, ты пока Андрей Пальто. Да. Вот не боишься ли ты, что для многих так вот в памяти ты и останешься, они тебя будут смотреть уже в других ролях и думать так, это Пальто снимается? Я этого не боюсь. Не, я не считаю себя актером одной роли, но я понимаю, что я максимально уважаю сериал «Слово пацана», потому что это то, что дало мне то, что я имею сейчас. Это мой стартовый такой толчок очень сильный, и я всегда буду уважать фанатов «Слово пацана», которые будут мне так называть, так и меня помнить. Я считаю, что это нормально. Меня вот спрашивают на форуме этот вопрос, не боюсь ли я остаться актером одной роли. Я считаю, что это все у тебя в голове, актер одной роли. Актер, если он сильный актер, он не может сам себя считать таким. То есть актером одной роли. У тебя постоянно разные роли, ты постоянно меняешься, постоянно. Главное выбирать такие роли, чтобы они были заметны, такие, отличающиеся от предыдущих, чтобы тебя за них тоже помнили. Насколько часто тебе сейчас присылают запросы, что для тебя в приоритете, что важно, как ты выбираешь сегодня роли? Будущее. Я очень хочу сыграть Есенина. Я знаю, что недавно совсем все это уже сняли. Я думаю, блин. Но я бы хотел очень сыграть Есенина в детстве. Я даже выставил к себе, запрещу на нашу сеть историю, просто фотку, но я выставляю в кудряшках, а потом мне говорят, так ты так на Есенина стал похож. Я потом забиваю в интернете, смотрю такой и думаю, у нас какие-то схожие с ним черты лица, я думаю, есть. И вот сейчас еще сделал кудряшку. Похоже, похоже. Это, кстати, любимый писатель Хлима Шипенко, и он, по-моему, собирался даже снимать какое-то кино про него. Так что имей в виду, что ты первая в очереди. Я только забыл бы. Ну, запросов сейчас много приходит. Да, но опять же, есть такое, что я соглашаюсь, все классно, но мы вообще не сходимся никак по графикам. Либо бывает такое, что, ну, там, выпадают на мои единственные какие-то выходные, и я думаю, ну, отдыхать просто тоже очень важно, чтобы ты восстанавливался полностью. Иначе ты будешь работать в возносе, и ты не сможешь нормально делать свою работу, и сам себе в убыток по здоровью делаешь. Ну, вот принимаешь решение ты сам? С предложениями? Когда тебе приходят предложения? Всей семьей. То есть у вас совет? Ну, да, вот я, я, мама и Антон, мы вот сидим. То есть сначала мама, как мой директор, она читает сценарий. У нас есть такой чатик в Телеграме, где я и Антон, и мама скидывает сценарий, если он дельный, скидывает, и там отмечает Антон, Леон, Антон, Леон. Чтобы мы сразу читали, и все такие, да, 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 и каждый там, даже вне зависимости от того, если проект Антона или мой, я тоже, если Антон представляет какой-то проект, говорю, это классно, это нет, вот так как-то. Вы не думали о том, что, тем, что Леон идет так рано вот по этому пути, актерству, что у него как такового детства может не быть? О, думала, конечно, конечно, думала, но... Думала и переживала об этом очень много, и разговаривала с ним, но ввиду, наверное, вот жизненных каких-то обстоятельств личных наших, да, вот, он как-то вот настолько стал рано взрослее своих сверстников, то, что он сейчас вообще даже не может себе представить, что он не будет работать. Для него это как бы такой тоже некий экспириенс, ему нравится, он не делает ничего, кстати, если чего-то не хочет, он никогда не перетруждается, и я его никогда не заставляю. Говорю, Сануль, хочешь, нравится, давай делаем, он такой, да, не нравится? Нет, не делаем, все. Все вот в рамках экологичности и психологичности. Да, ну, Рита, вы его же уговорили на кастинг пойти, вы же сам не планировали, то есть он так, он был уставший, что-то сидел, говорил, что не хочет, а вы почувствовали, что... Я всегда чувствую, да, я всегда, так скажем, как, наверное, любая мать, и многие женщины, они знают, куда надо идти. Я просто увидела картинку, и я увидела там Леона, я просто его увидела. Я говорю, сынок, я вижу, просто вижу. Ну, вот я просто к тому, что это просто щелкнуло. Вы не боялись, что многие будут писать, что он туда попал не из-за таланта своего, а из-за связи? Вообще, я даже не думала об этом, и, честно сказать, и сейчас не боюсь. Людей много, люди разные. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Если я буду думать о всех мыслях чужих людей, и вообще даже близких людей, ну, я сойду с ума, мне кажется. Не нужно думать. Добрые люди, у которых все хорошо, они никогда не скажут плохого. Кто говорит, ну, несчастные люди по факту говорят плохие вещи про других людей, завидуют, что-то еще. Это несчастные люди, ну, такая доля у них, такой путь им нужно идти. Все. Я просто даже не думаю об этом. Ребят, должна вам честно признаться, что после трех беременностей я реально стала все забывать. Информация в памяти у меня долго не держится. Поэтому я заранее всех своих близких прошу меня простить, если вдруг забываю их дни рождения. Такая же история у меня и с финансами. На какой карте? Сколько денег? С собой ли нужная карта? Смогу ли я оплатить покупку? Или пришло время извиняться за задержку в очереди? В общем, теперь таких ситуаций можно избежать. И все благодаря Сберу. Если вы обладатель дебетовой Сберкарты, то вы с легкостью сможете настроить оплату с нескольких счетов в приложении Сбербанк Онлайн. Рассказываю, что это такое. Вы можете для своей Сберкарты выбрать основной счет и запасные. И если при покупке на основном счете не будет достаточно средств, то они автоматически спишутся с запасных. И не нужно стоять переводить деньги между своими счетами и задерживать очередь. Как это настроить? Заходите в приложение, нажимаете кошелек, затем в самом низу кликайте на кнопку оплата карты с нескольких счетов и выбираете основной счет и запасные. В приложении все просто и понятно, точно не запутайтесь. И самое крутое, и как мне кажется полезное, теперь вы можете поставить в качестве запасного счета любой счет стороннего банка. Вот так легко вы избежите неприятных ситуаций на кассе и сможете оплатить свои покупки, так еще и бонусы спасибо получите. А для тех, кто регулярно забывает свою карту дома, можно сделать основным счетом платежный стикер. Это правда очень классная функция. Пользуйтесь и не благодарите за рекомендацию. Подробную инструкцию и прочие детали вы найдете по ссылке в описании или QR-коду. А я надеюсь, что моя память скоро восстановится. Ну а когда все-таки вышел проект, вы видели комментарии, понятно, что в основном все-таки были очень хорошие комментарии, и все восхищались игрой Леона, и все писали о том, как он органично смотрится и так далее. Потом начали, естественно, находить информацию о том, что вот Антон, значит, его отчим, вот мама у него такая вся красивая, модная. Я даже писала в своем телеграм-канале, я говорю, нормальный такой набор сумок Эрмеса. Потому что я такая зашла к вам в Инстаграм, смотрю, я так своих сразу вижу, и я думаю, так, хорошая коллекция наша. Я говорю, модная, мама, берем. Вот, и я думаю, и начали писать там, ну, естественно, там, ну, как у нас обычно пишут, что все не просто так, что кто-то там устроил, кумовство, вот это все. Потом Никита Калагривый во всяких своих интервью, он, конечно, не пожалел никого из актеров, и в том числе досталось. Я не слышала, кстати, не смотрела. Ну, он напрямую ни про кого не сказал, но он, нет, он сказал напрямую про Ваню Янковского, что он просто считает, что это не Ваня на роль, потому что Ваня не жил в этих условиях. И он считает, что все-таки актер должен играть те роли, которые он сам может лучше пережить и прочувствовать и так далее. И вот про Леона он, ну, я так поняла, что это в контексте, он не называл его имя, и он говорит, вот, некоторые богатые дети, понятно, почему там оказались. Почему тогда они оказались в этом фильме? Потому что многие богатые. Ты так говоришь, как будто бы состоятельные или там с благополучностью для семьи люди не могут быть талантливыми. Очень мало видел. Очень мало видел. У них нет потребности вырываться, прогрызаться. Им не надо это. Не слышал Никита интервью, хотя я к нему очень тепло отношусь. У Никиты был вот такой путь, вот там Леона, он другой совершенно. Кому-то нужно прикладывать действительно много труда, а кто-то просто родился уже таким, и он просто, понятно, что априори станет таким. Мы не знаем, что будет делать Леон через 5 и через 10 лет. И я, как бы, ну, условно могу этого тоже не знать. Все может измениться в любой момент. Мне не обращают внимания на слова. И Леон так же. Хотя у него был момент, когда все равно ребенок, все равно вот это вот обрушившееся, все равно он читал много, я говорю, сынуль, не читай. Все равно ему было тяжело. Я не читала, ну, в силу того, что я взрослый человек. Не читала. И даже если я что-то видела, где-то мелькала, ну, меня это не трогает вообще. Меня это не трогает, меня это не задевает. Я понимаю, что это вообще никак, вот никак не касается меня. Это не войдет внутрь меня. Это во мне не останется. Я не буду об этом думать. Я буду жить свою жизнь. Я буду делать то, что я делаю. Как ты к этим всем высказываниям, Никита, относился, когда слышал? Или ты не слышал? Я слышал, конечно, конечно, слышал. Но это его образ так говорить. Я просто знаю его как человека. Он общается с моими родителями близко. И мы все общаемся. И какой-то это скорее образ, я считаю. Ну, может, даже если его мнение, это его мнение. Но полно примеров талантливейших людей, которые выходили из сумасшедших там семей в плане и актеров, и каких-то тех же детей, олигархов, которые много чего добивались. Это не зависит от того, что у тебя есть. Зависит от того, не хочешь ли ты иметь больше. Если да, есть, конечно, у меня тоже много таких примеров, даже у моих знакомых, у которых даже вот здесь, в моей школе, у которых там отцы шейхи, у них есть буквально вообще все. Ну, там прямо условно. Бугатти Карбонов, мне там говорят, пошли там, у него дом. Это сколько, 500 тысяч евро? Бугатти Карбонов? Это где-то, я бы сказал, 20 миллионов, наверное, долларов стоит, если я не ошибаюсь. Но он очень, ну, там один в один. Один в мире, да-да-да. То есть там огромная коллекция всего там, ну, не совру, вот, наверное, как весь наш парк, огороженную полностью территорией. Но он, кстати, тоже думает, он хочет развиваться. То есть он учился, старался, и дальше продолжает все это делать. Тут главное стремление. Ты можешь просто сидеть на попе своей, и все, у меня все классно, у меня там наследство, у меня все есть. Но для меня круче, у меня есть тоже такие друзья, которые тоже из очень обеспеченных семей, у них есть все, они могут ничего не делать, но они понимают, что, особенно мальчики, что они хотят доказать, что я сам. И для мальчика, на самом деле, тяжело, когда ему говорят, да, у тебя все вот, вот так, вот так, вот, и у тебя все сделано. А ты думаешь, блин, так я это сам сделал. Услом про какие-то свои дальнейшие достижения. Тебя не обижают, когда пишут, вот ты по блату оказался на слове пацана, что это не потому, что ты талантливый, красивый, классный мальчик, а потому, что просто вот за тебя попросил твой оч. Ну, когда ты знаешь правду, и как все было на самом деле, ты на это не можешь обижаться, потому что понимаешь, что это все полная ерунда. Я не знаю, сколько, я, честно, не могу представить, сколько нужно заплатить, чтобы у тебя был каст профессиональных актеров, максимальный, которые знают, что они делают, и просто взять какого-то сына состоятельного человека, который ничего не умеет делать, и просто стоит на месте, который будет полностью выбиваться из картины. Это очень плохо даже было бы для самого Жора, естественно, для Андрея Николаевича, он бы это никогда не допустил, в первую очередь. Даже если поговорить про Аню. Аня прекрасная актриса. Она, так скажем, некая династия пересилит. А учитель, а его отец? Конечно, да. Ну, человек, находящийся в этой сфере постоянно, не может на себя что-то не перенять. Она прекрасно играет. И когда писали про меня, я так. В основном к критике самой себе отношусь нейтрально. А когда-то к моим друзьям, с которыми я снимался, кому-то, к каким-то моим знакомым, коллегам, я всегда, так скажем, вступаюсь и говорю, что, ребят, я видел все своими глазами, я видел, как человек играет, как человек трудится. И вы так пишете, и я понимаю, что это может обидеть. Особенно если это девочки. Все мы чувственные люди, особенно актеры, очень эмпатичны большинству. И могут что-то на себя перенять, при этом это не показывая. Потом останется такой там след, и ты будешь постоянно об этом думать, загоняться. Так у нас и выходят все комплексы. Все получится, когда рядом Алиса. То есть блата не было, он сам проходил кастинг, никто его туда за деньги не устраивал. Никакого блата, ничего было, что вот это был момент, когда вот это вот видео, которое есть везде в нарезочках, где он говорит, мам, хватит вот этой ерунды. Мам, ну что это просто такое? Какая им вообще разница? Потому что она нам прислала кусочек, которым он говорит, мам, ну кто будет? Что за бред просто ты говоришь? Ты же актер. Войди в роль. Просто скажи. Нет, ну зачем? Все, пойди, пожалуйста, мимо. Ну, бери видео. Там были еще поклещи, когда он у меня просто говорит, выключи камеру. Вот. И единственное, что я пишу, я отправила на e-mail эти видео, на основной, который был в почте. Я даже не Саше, я никому не написала вообще, хотя могла бы условно написать, слушай, дай прямой контакт. Нет. Потом мы поговорили... Про Сашу Петрову идет речь. Да, да, да. Я никому ничего не написала абсолютно. Думаю, блин, отправлю все в порядке общей очереди условно. Потом мы поговорили с Антоном. Он говорит, он позвонил, мы болтаем. Ну, позвонил просто, как мой муж мне позвонил, да. Я говорю, слушай, вот увидела у Сашки, он говорит, ой, слушай, а там Галя, давай я Галю просто напрямую отправлю. Галя это продюсер, это партнер. Галя, стрежевская, да. Прекрасная Галя, мы с ней тоже знакомы. Жора Крыжовникова партнер. Да, вот. И, короче говоря, он говорит, давай Гале отправлю напрямую. Я говорю, да, отправь Гале напрямую. Он отправил Гале, не говоря ничего, вообще абсолютно. Ему тут же перезвонила Галя и говорит, что за пацан. И все. Он говорит, мой пацан. И все. Она говорит, пусть придет на кастинг. Ну, на кастинг мы не могли прийти сразу, потому что мы были в школе, мы приехали уже, каникулы начинались, через две недели мы прилетели. Он пошел на кастинг. На следующий день он пошел на пробы, которые уже идут там с группой, там с кем-то, я не помню, с кем он пошел на пробы уже, на коллективные эти. Вот, и все, и его взяли. И вот это просто, это просто случай. Если бы он не подошел, и по блату на главные роли, ну, не берут. Ну, особенно в роли Крыжовникова проекта, я вообще не представляю себе, что бы, да. Тут надо понимать, может быть, маленькая эпизодическая роль по блату, там, ты не знаю, там. Прошел мимо. Да, прошел мимо, я не знаю, там, вынес стакан с водой. Вот максимум, что по блату можно устроить в такие большие, серьезные проекты. Ну, кто думает, что это блат, это вообще большая ошибка. Реально. Готовясь к интервью с Леоном, я, конечно, изучила не только его биографию, но и все актуальные темы, которые происходят в инфополе. И очень вовремя увидела, что вышел новый сериал от А-Медиатеки «Уроки китайского». Этот сериал идеально описывает проблемы молодежи, их эмоций, а главное в сериале подсвечивается проблема отцов и детей, которая актуальна всегда. И меня прям затянуло. Я уже посмотрела 4 серии и теперь жду продолжения. По сюжету главный герой Никита – обычный парень, который после смерти матери переехал жить к отцу. А его отец занимается разработкой препарата, за которым ведут охоту опасные люди. И чтобы обезопасить сына, он нанимает телохранительницу Мэйлин, представив ее студенткой по обмену. А оказывается, она была участницей влиятельного китайского клана и в совершенстве владеет боевыми искусствами, чем напоминает главную героиню из фильма «Убить пила». В общем, этот сериал – смесь экшена, комедий и драмы в чистом виде. А если вы на месяц оформите подписку на медиатеку по промокоду «Уроки», то сможете посмотреть сериал и узнать, чем там все закончится. Когда вы с ними подписали контракт о том, что все, Ален участвует, и что впереди его ждет, сколько смен? У Лена было почти 40 с чем-то смен, очень много. Самое большое количество смен. Вот что все, ваш ребенок сейчас едет куда-то в Ярославль, будет, значит, там жить где-то в гостинице, где-то в холоде. Как вы это справлялись? Вот тут было очень, кстати, тяжело на самом деле, потому что Леон еще такой вот самостоятельным хочет быть. Тогда вообще очень хотел, да. Поначалу я там приезжала несколько раз в этот Ярославль, отправляла маму, вот, с племянницей они там с ним жили, значит. И все же одни, и все пацаны одни. И он говорит, ну, мам, я тебя умоляю, не приезжайте. И я прошу тебя. Да, это прям было вот примерно так, не позорь меня. Ну и что, я к Гале там, я к Сереже, это все там директора и продюсеры. Я говорю, ребят, вот они такие, доставляй, успокойся, все нормально, присмотрим. Я вообще очень сильно переживала, выписывала доверенность на Рузиля, чтобы он жил в отеле. Ой, каждый, конечно, вечер звонила, писала, но, ну, так как все-таки дружеский коллектив, и все-таки, ну, наверное, я тоже какой-то, в какой-то части жизни кино живу, да, знаю этих людей, и было, ну, нормально. Если бы это были вообще неизвестные люди, и я вообще бы не относилась к кино никаким образом, наверное, я бы очень сильно переживала. Здесь все-таки было более-менее нормально. Потом уже было вообще как бы спокойно. Единственное, я говорю, переживала, потому что он там, не знаю, грязный, возможно, ходит, что-то еще. Он говорит, мама, я все убрал, мамуль, все чисто у меня, все хорошо. Я говорю, хорошо, сынок. Вот, ну, я говорю, что бабушка там к нему, он как-то более нормально относился, что бабушка к нему приедет, чем я. Я говорю, хорошо, мама, езжай, говорю, давай, все. Мама снаряжалась в экспедиции. Когда вы читали этот сценарий, были ли какие-то эпизоды, которые смущали, которые думали, что... Ну, конечно, меня, честно говоря, много эпизодов смущало, как мать. Я читала, думаю, господи, тут его бьют, тут его опять бьют, а здесь его сапогом бьют. Но здесь мне было прямо, честно, да, плохо. А то Ильдар, когда там во второй серии... Каждый раз помню, за что это было. Мы очень быстро прочитали сценарий, потому что это было настолько круто и интересно, захлеб. Вообще мы не останавливались, мы там ложились уже вечером спать, начинаем, открываем этот сценарий. Значит, Антон говорит, одну главу, я говорю, да-да-да, завершаем. Я говорю, давай начнем и вот, давай. Мы за три ночи прочитали вот такой талмуд, вот. И много сцен, которые вот именно вот где, ну, сцены с насилием, они меня очень сильно прям так напрягали. Но, как я уже сказала, потому что я очень близка к кино, к кинематографу еще до Леона, да, я не ассоциировала прям вот Леона с героем. У меня все-таки есть тоже такая внутренняя абсолютная сепарация. Я, наверное, больше героя сопереживала. И вообще, в принципе, как мать, думала, да ты бьешь ребенка сапогом, с кирпичом. Тут вообще, я думаю, убила бы. Даже не потому, что это мой ребенок, да, а просто вот, ну, как это так? Меня вот это вот очень сильно смущало, задевало. Я такой эмоциональный человек в этом плане. Вот. Была единственная одна сцена, ее не снимали, ее удалили. Когда все пацаны смотрели вот кино. Такое 18+. Да, 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 18+. Плюс порно, да. И все бегали в туалет. Че там делали? Не сцена тебе? И потом, как бы, такие, ой, ему вообще-то, а кто, 14? Вот, в общем, ее, как бы, чуть-чуть яркость это убрали. Ну, да, потому что сцену-то оставили, просто там других пацанов показали, как они бегали в туалет туда, да, да. Вот, и все. Это единственная какая-то сцена такая была. Антон помогал Леону готовиться к этой роли, потому что все-таки, ну, мало того, что это такая первая большая роль его, потому что, да, он снимался у Антона в фильме, но это все-таки совершенно другое. А тут, значит, большая важная роль. И, конечно, человек-отчим, да, который сам актер, может действительно дать, может быть, какие-то советы. Он давал, давал советы, давал советы такие правильные, классные, четкие, вот. Или он спрашивал у него, он приходил после, там, смен каких-то, когда в Москве снимались домой, там, и показывал нам, как он отыгрывал, что он делал, вот, и сделал так, и сделал так, Антон ему там поправлял иногда. Он, ну, новые сцены, которые, там, будут, там, на следующий день тоже проговаривал с нами. Вот, давал какие-то такие глобальные советы, давал. Но Леон, вот, как-то он сам так органично, видимо, вписывался в роли, там, на площадке все-таки Андрей давал какие-то свои комментарии. Вот ты, когда готовился к роли, все-таки роль, действительно, ну, главное, во-первых, а, во-вторых, не очень простая. Вот у тебя какая подготовка была? Конкретно моя роль Андрея в нашем сериале, она такая, то есть это вначале, это парень, просто простой парень 80-х годов. Но потом, вот, после того, как все это случается, он попадает в группировку, он становится, он не становится полноценным таким бандитом-разбойником. У него все равно есть вот эта, какая-то доблестность в нем и чувство милосердия. Поэтому я смотрел просто там всякие видео, документалки, как велись о простых гражданах в 80-х годах, там, дети. Ну, а вот что тебе давал, что тебе рекомендовали, какие фильмы или, может быть, книги или что-то еще? А я, ну, мне не рекомендовали как-то, я это все сам делал, делал там, смотрел YouTube конкретно ролики. Ну, вот я забил там, эти 50-е годы, СССР, как люди жили в Казани и просто в России. И как-то вот это, и потом смотрел, как вели себя люди в группировках. Слив в 8-й серии, это был пиар-ход? Насколько мне известно, совсем нет. Это было 8-й, 7-й, 8-й. Это было очень грустно для нас всех. То есть мы прям расстроились, думаем, ну, как так? Это было очень обидно. Вот это все так слили, все не готовое, все сырое, не так оно должно быть. И я сам ее не смотрел, и я всех призывал не смотреть. Я, кстати, тоже не посмотрела. Правильно. Я специально дождалась. На самом деле, как бы это ни звучало, люди, которые смотрели, я сразу так... Ладно, что-то как-то. Внутри я думал, ну, молодец, зачем? Потому что вот так же я отношусь, например, как Антон вообще к этому серьезно относится, отчимы. Когда я там, ну, я тоже редко это делаю, но раньше, в основном, я там мог зайти просто на французский сайт, какой-нибудь посмотреть кино, он говорит, ты чего, зачем там у нас подписка, смотри там. Давай там лучше пойдем, там оплатим лишний раз подписку, чем так смотреть, это неуважение. Ну, я в какой-то мере с этим согласен. Он просто как режиссер уже думает, ну, зачем там на платформе все это вот. Ну, как режиссер, как продюсер, человек, который, да, выпускает кем. Да, человек, который думает так, вот он так серьезно к этому относится. А к нам то, что мы же сами ждали серии. Мы точно так же ничего не видели, но готового материала. Мы видели, да, какие-то отрывки с плейбэка, условно, что-то нам показывали, какие-то там, может, сценки. Но вот для нас это было точно таким же ожиданием, мы точно так же ждали, точно так же хотели все это посмотреть поскорее. И когда с Лили мы все прям расстроились. Да, ты говорил в интервью у собаки, что ты бы хотел получить Оскар, вообще поиграть в Голливуде, туда поехать и рассказать о том, что в России классное кино. Насколько по-прежнему вот эта мысль и вот эта мечта, она у тебя есть? Когда Саша Петров в интервью Юрию Дудю сказал о том, что он мечтает об Оскаре и поехать в Голливуд, многие стали его критиковать, смеяться над ним, вот что за мечта. И Бурнов, конечно же, сказал тоже в своем каком-то интервью, что это вообще невозможно, что там он придумал, заявляет. Можно, конечно, понять тоже Сергея, потому что, условно, на тот момент выходящего интервью, это было действительно тяжело. И все мы думали, что это недосягаемо, но на данный момент Юра Борисов с фильма «Онора», он претендует на Оскар. И я считаю, что это... Ну, пока нет, мне кажется, они еще не номинированы. Ну, большой шанс. Фильм «Онора» номинирован на около 20 наград. Условно, как минимум, я считаю, что это уже огромнейший прорыв, потому что даже, как минимум... Нет, то, что они ездят на фестивале, что их уже признали, он там фоткается с Анжелиной Джоли. Это, конечно, говорит о том, что какой-то прорыв, что ли, происходит, потому что нашу страну не везде сейчас с простертыми объятиями встречают. Конечно, приятно осознавать, что в случае с Юрой какой-то такой прорыв случился. Ну, вот я считаю, что этот прорыв очень... Не только для него прорыв, а для всех актеров. Потому что они понимают, что все-таки шанс есть. И я считаю, что шанс есть всегда, это зависит от того. Добиться можно всего в жизни. Я считаю, что нет какого-то предела у человека, это зависит от твоего упорства и старания, насколько сильно ты это хочешь. Когда ты сильно хочешь, и все это вкладываешь, все обязательно, все получится. Ну, главное, не останавливаться, конечно, и быть... Не помню слово на русском, есть «consistent». Да, постоянство. Да. Не забрасывать. И она, конечно, присутствует у меня, это цель. Хотелось бы. Я считаю, что, конечно, не обязательно, но для нашей страны мне хотелось бы показать, если Юра еще не успеет от того времени, когда я... Ну, я думаю, что это произойдет ближе к моим 30-ти годам, скорее всего. Ну, кто знает, не могу там четко сказать. Но, да, это круто. Я считаю, что, еще раз повторюсь, Юра нам всем дал понять, что это засекаемое. А что это дает, вот этот «Оскар»? Ну, хорошо, будет он стоять на полке. Что глобально случится в жизни актера, когда он получит «Оскар»? Есть такой миф, что как только ты получаешь «Оскар», на следующий день тебе звонят все топовые режиссеры, говорят, давай к нам сниматься. Не знаю, сколько это правда. Наверное, это... Лео и без этого снимался нормально. Он только на старости лет получил свой «Оскар». Да, да, кстати, это правда. Когда тебя признают люди, для меня тоже это очень важно. Я всегда хотел бы быть и хочу быть народным человеком, человеком, представляющим народ. Вот. И если так рассуждать, то по факту это награда, вот просто если по факту говорить, без актерских эмоций и чего-то другого, то это награда, это действительно просто татуэтка. А самое все-таки важное, это когда тебе даже люди из индустрии, все актеры знают, что ты самый лучший, признают тебя. Я считаю, что это самое главное признание. Признание родных и признание людей из твоей индустрии. А «Оскар» — это же все, на самом деле, расценивается в критике. И они судят не по тому, как это там в аут играешь, а там очень много разных факторов, которым они придерживаются. Поэтому эта награда очень субъективна. Ты самокритична, что многие актеры очень самокритичны и вообще не смотрят даже с собой фильмы. Света Ходченкова уходит с премьеры всегда своих фильмов на плейбеке, она вообще себя не смотрит. То есть она очень так к себе самокритично относится, хотя, казалось бы, да, Света просто блестящая актриса. Это правда, да. Ну, это я, да, я очень самокритичный человек, я всегда свое творчество оцениваю со стороны не того, что я это сделал. Я всегда знаю, что я могу лучше, я всегда, как бы класс ни получилось, я не люблю, когда меня хвалят. Я вот это не воспринимаю. Ну, вот мне сказали, что молодец, хорошо, значит, ну это вообще-то, ой, 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 я сразу так, спасибо, очень приятно, правда. Ну, мне не надо больше там. Своё творчество я смотрю, конечно, ну у меня хоть, там, мало снимался, но всё своё, естественно, смотрел. И смотрел со стороны того, то, что вот тут можно было бы получше, тут можно было бы так, но потом оценивая то, что говорят зрители, и как они это воспринимают, им это нравится, я понимаю, что да, но какие-то аспектики для себя подмечают для будущих моих съёмок. И потом уже отталкиваясь, понимая, как я тут в кадре, так вот с этой эмоцией, там, перед зеркалом стоишь, нарабатываешь специально, чтобы понимать. А если говорить про роли мечты, вот есть у тебя какие-то роли мечты, о чём ты грезишь? Да, у меня есть несколько таких ролей. Я бы очень хотел сыграть какого-то антагониста, какого-то сумасшедшего антагониста, что-то по типу Джокера. И как-то это, это мне не близко в жизни, но хотелось бы в кино себя проявить, потому что я знаю, что я бы это очень хотел, и бы очень бы старался. Не могу говорить, что я как-то, это очень круто получится, естественно, я буду для этого стараться, это уже оценит потом зритель. Но я бы очень сильно кайфовал на съёмках. Так, Леон, мы в звукозаписывающей студии, как ты докатился до такой жизни, скажи мне, честно? Блин, я как-то всегда любил музыку, с самого детства я прям был очень творческим мальчиком. Я любил там бегать, прыгать. У меня была, кстати, своя кухонка такая, я помню, ей на Новый год подарили, если не ошибаюсь, пластмассовая такая маленькая кухня. И я очень часто, она стояла у меня у бабушки в квартире. И я там всегда вот так садился, ну я был очень маленький, садился, готовил, я прямо отыгрывал, так, ресторан, что он пицца, пицца, не пицца. И всегда вот любил что-то поиграть, и было очень интересно, я очень любил петь. То есть как-то сам там встречал стихии. Мне очень нравились, кстати, треки «Ёлки» и «Думать о пилоте». Вот я всегда вот это пел, я не знал текст, я даже сейчас его не знаю, но как-то я нацеплял постоянно. Я так понимаю, что у тебя основной процесс начался все-таки, когда ты записал песню «Как быть». Нам все сначала повторить, о, как не быть. Ну да, это тоже, я рассказывал эту историю. Мне Игорь Яковлевич крутой, он написал мне сам в инстаграме. Нужно, кстати, сказать, может быть, многие не знают, что песню в слове «Пацана как быть». А может ночь не торопить, и все сначала повторить, нам все сначала повторить. Исполнял не ты своим голосом, а это был голос Тимофея Завалинича. Да. Он, кстати, один из финалистов «Голос дети». Вот, а почему не ты? Как-то вы изначально не договаривались, чтобы ты прям пел? Нет, изначально должен был петь я, но у нас изначально была такая концепция, что я сплю плохо. То есть там надо было спеть плохо. И я и спел как бы там «А может ночь» вот так специально. Как будто, ну потому что Андрей, он же там играет на фортепиано, ну и, собственно, он особо не певец. И изначально концепция была такова. И потом я улетел в Дубай, мы все отсняли, и говорят, ну надо было все-таки хорошо, наверное, спеть. Передумали. Ну и тяжело было там ехать на студию, это все скидывать, запись. Ну на месяц было бы гораздо удобнее. И вот этот Тимо спел. То есть это просто как-то быстро все нужно было решить, быстро перезаписать, и вы просто не успели. Это был ноябрь уже, 9-го у нас премьера. То есть не потому, что они думали, что ты не справишься, а потому что... Нет-нет-нет, да-да-да. Просто так, получилось, обстоятельства сложились таким образом. Ну и потом Игорь Яковлевич услышал, когда эта песня набрала заново популярность. Кстати, он говорит о том, что эта песня, когда она только вышла, она не была там суперхитом. В итоге ей какое-то второе рождение, в принципе, дал сериал. И получается, он увидел популярность, и он к тебе как-то обратился, вышел на тебя, или как это произошло? Ну вот, да, он написал мне в Инстаграме, причем мне лично, за свой... А он, ну я знаю, что он сам ведет Инстаграм, то есть он мне на историю отвечает постоянно. И он мне лично написал сообщение, там, Леон, ну если вкратце, говорит, давай там запишем вместе этот трек. И я такой просто... Офигеть. Что мне пишет Игорь? Да, и там отказаться было совсем никак, я сейчас сам хотел, конечно, это для меня. Это, наверное, то, что дало мне, ну не наверное, а точно, то, что дало мне толчок в музыке, и сподвигло меня вот на написание моего альбома и продолжение карьеры музыканта. А как вы в итоге встретились, как вы это все записали? Мы встретились на студии Игоря Экальча, вообще сумасшедшая студия, там очень круто. То есть мы сейчас здесь, в топовой студии находимся, там она именно пропитана вот этим антуражем. Ты заходишь и чувствуешь эту энергию, сколько здесь было записано просто каких-то треков сумасшедших, которые там вся страна слышала. И я как-то так чувствовал себя, ну, как будто я на себя одеяло как-то стягиваю, мне как-то чуть-чуть было некомфортно, потому что я, ну, думал, что как будто я чуть не дотягиваю до этого уровня. Честно, ну, честно поделюсь, хоть я и в себе уверенный парень, но тогда я думал, что очень не хотелось подвести. Я прям старался. И мы, кстати, очень быстро довольно-таки записались за час. Что тебе Игорь Яковлевич сказал, когда... Он со мной прям стоял, прям говорил мне там лево, да, вот так вот вытяни, там здесь чуть выше надо взять, там ноту, вот так, вот так вот, он стоял, там играл мне даже. Это было незабываемо, очень классно, что просто Игоря Яковлевич святой человек. Когда ты выпустил песню, там огромное количество критики было в том числе, да, помимо, естественно, твоих поклонниц. Ну, вот как ты к этому отнесся? Был ли ты вообще к этому готов? Да я готов, конечно, ну, спокойно, потому что я такой человек, я не воспринимаю критику от людей, которые не разбираются в этом. Если бы, ну, я для себя понимал, что если Игорь Яковлевич мне написал, и если он, пока мы записывали трек, не сказал, что все, давай, уходи отсюда, грубо говоря, и позволил его выпустить, то, наверное, он знает лучше, чем люди, которые просто пишут, что это плохо. Поэтому и для себя, ну, я не читаю просто субботуши комментарии. Ну, если что-то там глобальное, могу там зайти, почитать, что-то ответить. Но я такой человек, который считает, что если, ну, самая лучшая защита, это показать, что тебе все равно, грубо говоря. Ну, и опять же, вот, возвращаясь к критике, вот если бы мне сказал, написал какой-то знаменитый, даже не знаменитый, просто человек талантный, талантливый композитор, музыкант, сказал бы, Леон, ну, типа, это так. И я бы прислушался в любом случае. Но то, что это мне дал только возможность Игорь Яковлевич, и я понимал, что на тот момент это было лучшее, что я мог выдать, то я считал, что, наверное, я хорошо постарался. Ты, как я понимаю, не занимался в музыкальной школе, и у тебя нет образования музыкального. У меня нет, да, у меня нет музыкального образования, но я учился год здесь, в школе класс-центр. Кстати, всем привет, ребятам, кто смотрит. Я как раз учился играть на бас-гитаре, вот, но мне как-то не сильно выходило, я старался, но мне было очень тяжело, потому что я всю жизнь прожил в Петербурге, переехал сюда и сразу в такую, ну, довольно сильную школу, потому что она была еще британская, суклана на английский и на музыку одновременно. И сальфеджио давалось мне тяжеловато, и, наверное, не могу сказать, что меня это как-то привело к музыке, а это было что-то такое, ну, внутреннее. У меня музыка — это как моя пассия. То есть я всегда, я очень люблю слушать, у меня всегда там с собой наушники, я когда один с кем-то, я, ну, нет, когда с друзьями, что я музыку не слушаю, только если мы там в машине едем, в такси, то это классно. Она как-то поддерживает настроение очень. Я большой меломан, то есть я слушаю разную музыку. Ну, одно дело слушать, другое дело все-таки в этой индустрии работать. Вот это все, я подумал, вот, если есть такая возможность, почему бы не писать, почему бы как-то не вкладывать в это свои чувства. И я всегда считал, я хоть слушаю разную музыку, но для меня как-то было важным во всех песнях слышать какой-то смысл. И, ну, согласитесь, классно, когда вот слушаете песню, и как будто это как аудиокнига, и музыка, она как вот выталкивает эти слова и делает их еще ярче, и вот с помощью разных инструментов помогает прочувствовать, например, скрипки какой-то трагичный момент, какой-то драматичный, барабанов какой-то там ритмичный, то, что там тут-ту-ту-ту-ту-то происходит. Ну, это как в кино музыка помогает тебе испытать какие-то эмоции. Кстати, я недавно смотрела забавный отрывок, где Хабиб Нурмагомедов дает интервью Нурлану Соборову, и они обсуждают историю с Ваней Янковским, когда Ваня ему писал аж в каком-то году, в 14-м, может быть, 15-м, болел за него, и писал ему, то есть до его чемпионства он ему написал, что тот крутой, и у него все получится. И тот ему уже после ответил, когда посмотрел сериал, и решил зайти к нему, посмотреть сообщение, увидел. Вот у тебя был какой-то такой опыт интересный? Я очень много писал, честно, прям почти всем писал, особенно в 20-м году, да я не знаю, просто кому-то могу писать спокойную ночь, и сердечко, это было... Это девочка была или мальчик? Ну да, там каким-то девочкам писал, но это было очень... Что в 20-м году, то есть 4 года назад, 12 лет? Да, 12 лет, ну просто как-то вот так писал, и... Ну кому, хорошо, ну скажи. Ну не буду, не буду же говорить. Ну хоть одну назови, про кого можно сказать. Ой, с таких, не знаю, ярких, может, ну амини, тендер, либо я, не знаю. Она тебе сейчас отвечала, кстати, уже? Ну мы с ней, она очень классную музыку пишет, мы с ней что-то там пересекались по музыке. Она поет, обалденно. Да, она круто, круто поет. И что-то мы списывались, она меня превышала в клип, и она зашла в Инстаграм, и я... Ну она написала, я вижу, что она мне написала, я вообще забыл об этом, то есть я даже ничего не думал. Захожу, да, там сообщение, ага, какие-то там, ну, по поводу клипа, и что-то ли встаю наверх, и у меня там, спокойная ночь и сердечко. Я думаю, в 20-м году, я думаю, м-м-м... Нет, как бы там все посмеялись, понятное дело, никто меня за это не через канал, но это было очень просто. И Миша я писал там, и все, чего... Литвину? Да, конечно. Но вы теперь уже с ним общаетесь. Конечно, да. Ты даже у него снимался в видео. Леоныч, родный, приветствуем, дебют на канале у нас. Вот расскажи, как ты пришел к тому, чтобы записать вообще альбом, потому что мне кажется, что сейчас уже альбом никто не записывает, все выпускают треки по отдельности, ну, типа, просто сингл. Вначале у меня было 8 треков, полноценная история. 8 треков. И у меня альбом называется «Дневник любви». То есть там все про любовь, и концепция в том, что это все одна история, то есть она прослеживается, и все получилось послушать, и разные жанры, разные стили. И я изначально хотел назвать «Язык любви». Она подумала, что дневник будет как-то интереснее. А язык почему? Потому что это все любовь разными языками. И как оно происходит. И можно... Как раз у Майота был альбом, но я это узнал потом, когда уже написал, когда вот там первый трек — это начало отношений, последний — это конец отношений. То есть у меня что-то примерно похожее, но чуть в другом стиле. И в конце, то есть есть там трек, последний называется «Беги», и после него в альбоме же идут вот эти четыре трека, которые я сейчас написал, которые как просто какая-то экспрессия чувств. То есть это все одна реальная история. Но это чем-то была вдохновлена история все-таки? Это набор больше. Какой-то набор моего опыта, того, что мне там люди рассказывали, что-то... Какое-то общепринятое мнение. То есть это не твои личные переживания? Это еще и то, что ты... Ну, это какие-то, да. То есть это то, что я там переживал сам, но это нет какого-то такого отдельного человека-образа, кому это посвящалось. Это больше вот общее, и что-то, что я оттуда изрек. У него там все. То есть это, по сути, да, твое представление о любви, как она... Как она начинается, как она заканчивается, и что между происходит. Давай мы что-нибудь послушаем, да? Ты мне поставишь послушать? Можно, да, какой-то эксклюзив для нас специально? Можно. Например, вот этот. Такие плаксивые песни? Надо плакать? Нет? Ну, сейчас поймем. Это больше я придерживаюсь стилю как раз вот вдохновился на ВАИ и Хамали. Здесь есть вот этот танцевальный групп. Этот трек я писал своей сестрой. Да? Она помогала, да? А сестра сколько лет? Десять лет. Она шарит музыке, да? Чуть-чуть. А как она тебе помогала? Там очень интересная история. Она... Я писал трек. То есть ты сам писал текст? Я полностью все пишу сам. Всегда. У меня очень много. У меня очень много стихов, написанных все на макбуке. И я люблю просто... Это тоже, опять же, это как мой некий дневник. Писать дневники, особенно там парням, но это не стыдно. Это если хочешь поделиться какими-то эмоциями, а ты условно стесняешься сказать об этом родителям или там своим друзьям, кому-то еще. Я там вот прям прямым текстом писал. «Леон, сегодня такое-такое-то число, ты чувствуешь вот это-то, вот это». И вот этот трек, я просто вот опять же сидел, писал, и она пришла ко мне в комнату просто меня подержать, со мной сел, я такая, «Блин, Леон, давай запишем с тобой трек». Типа, «Давай, давай что-нибудь напишем?» Я думал, «Ну, давай, все, попробуем». И поэтому здесь есть такие словечки там «Божья коровка» изначально я хотела назвать, но назвала она «Чай». И там «Божья коровка». Это вот она как раз придумала там пару слов, и для меня это так ценно. То есть я всегда рассказываю всем, кого включаю. Совместное творчество тоже репту внесла. Она тоже огромная умничка, Марта, если ты смотришь, это привет тебе. Она тоже сейчас будет актрисой. То есть у вас семейная? У нас это семейная, да. Но Антон снимает фильм, и, ну, конечно, это не так, что она вот сейчас, мы просто там, она захотела сниматься, она сейчас, я снимал ее визитку, сейчас она очень старается, ходит на курсы, и она огромная молодец. То есть в ней тоже есть что-то, я прям чувствую, мы все чувствуем, что она может быть артистизм какой-то. Вообще ко всем. Да, ко всем. Со всеми найдет язык, там, подход. Ну, вот. Что ты любишь с ним делать больше всего? Гулять, играть, беситься. Все. В чем особенность Леона? Ну, кроме того, что ты сказала, что он очень добрый. Что еще мы о нем должны узнать? Он всегда может поддержать. Прям, как бы не было грустно, он всегда поддержит, развеселит. Ты к нему приходишь за советом? Иногда, да, бывает. Какой самый ценный подарок, который тебе дарил Леон? Браслетик вот этот. А-а-а, дайте с ним. Это его блуковка Л, а у него такой же, мне кажется, браслетик с твоим именем, да? Это вы друг другу подарили? Нет, мы просто гуляли по парку, ну, в Global Village тут же есть, и решили купить браслеты. Ну, вот, купили парные браслетики. Не будешь снимать? Не буду. Я его и не снимаю. Вот, ну, дальше. Например, вот этот трек, я считаю, что он может быть потенциальным хитом среди людей, которые любят R&B, всякую такую модную музыку. Он модный, он с упором именно на новое звучание. «Мне до невозможности, без лишней осторожности, но в черте эти гордости ты просто дает и особо тебя смогу найти без твоей шелкой помощи как будто бы не твой голос, какой-то другой». Это мой, на октаву выше. «С меня за дебилы пару строчек ритмов панчей и меня уж не найти. Почему ты не взлюбила романтик, стихов, всех милых? Хотел быть твоим мужчиной, но не понял, как им есть. Хотел тебя к себе прижать, свои этюды посвящать какой-то лживой памяти. Думал, тот еще актер, я смог держать наш уговор, кто больше любит выголос попрошу, но дай же мне уйти». То есть здесь не буду полностью показывать, чтобы потом было интересно, но вот текст, например, то есть я пою, «А я ночами не мог спать, хотел тебя к себе прижать, свои этюды посвящать какой-то лживой памяти. Я думал, тот еще актер, я смог сдержать наш уговор, кто больше любит, выиграл спор». То есть когда спорят, я больше не ошибу, нет, я больше не ошибу. «Прошу, дай же мне уйти». То есть это уже вот «Входят в четверку треков», которые уже как экспрессия просто идут уже после этой истории. Ну вот такое я люблю слушать, например. Вот можно его включить. Это «Мысли вслух», это как раз вы его уже слышали, что он вышел 22 ноября. Это очень такой лиричный, он очень романтичный. Он очень нравится, кстати, водителем такси. Да, потому что я его часто включаю и спрашиваю мнение людей, и они говорят, что если бы они пошли на свидание и играл бы трек, они бы слушали слова, а не девушка. Я не могу теперь без тебя спать, даже не буду пытаться уснуть, как же снова я хочу тебя в объятия окунуть. Знаешь, что мне напоминает? Когда появился Джастин Бипер, никто не мог поверить, как 14 лет об этом так реалистично петь. То, о чем ты поешь, ты сам испытывал? Да, я каждый раз сам слушаю, мне истории в голове мелькают всякие. Но опять же, у меня нет одного определенного образа, по которому я это писал. И, кстати, обложка тоже очень интересная. Если описать вкратце, мы не определились по какому из двух, но концепция такова, то, что я вот на этом пути написания альбома искал эту девушку и про нее пел, а она все это время стояла сзади. И она именно силуэт, белый силуэт. Непонятно, кто это. Какую реакцию ты ждешь от слушателей? Наверное, мне бы хотелось, чтобы люди поняли правильно и для себя что-то открыли. Для меня главное доставлять эмоции людям. Неважно, какие они. То есть, это могут быть как и радость, как и злость. Условно, все смотрели слово пацана. У кого-то это вызвало ностальгию, у кого-то какой-то шок, у кого-то непонимание и вообще разные эмоции. Но эмоции были получены. И также от моего альбома я хотел бы, чтобы кто-то может увидел бы себя. Кто-то, может, бы извлек какой-то урок подумал. Блин, вот он поет, а может мне там не стоит это делать, а может как-то все к этому там ведет условно. И это было бы классно. Я не жду мирового признания от него. Я просто делаю это в первую очередь для себя. Честно. Я очень хочу выступать. Это моя мечта. Я прям визуализирую, как я буду давать концерт. Честно. Я прям обожаю выступать с микрофоном, где-то там давать паблик в Токио. Мне нравится взаимодействие с людьми. Вот так. Это очень классно. Я выступал на Петровских ассамблеях. Я был ведущим. Ну, это было для меня очень большой страст. Ты видел с Камилой Валиевой вместе? Да, это было очень тяжело в начале. Ну, когда только вышел, вот где-то через минут 15 уже успокоился. Ну, я хоть и уверен в себе, но когда я вышел и вижу, что там просто огромное количество людей и вроде я головой понимаю, так ли он. Все, представь, что ты в кино. Что у тебя сцена, тебя снимают. Все. Ты на работе. Но у меня тело вот так вот само трясется. Я думаю, так, надо собраться, все, расслабиться. И потом вот подуспокоился. А когда я начал петь «Как быть», я видел, что правда там люди подпевают, которые настолько классно, что люди учат песню. Действительно, хоть это и не мой трек, но в любом случае там исполнял тот момент «Видя». Это так классно, что там кто-то подпевает, знает текст, кто-то там машет телефонами, кричит. Это поистине непередаваемое чувство. Как ты поймешь, что альбом зашел, получился? Какие факторы будут свидетельствовать о том, что удалось? У меня будет закрытая презентация 5 декабря. Тоже, кстати, приглашаю. Ждем. И раз уж мы заговорили про то, что у меня 5 декабря будет закрытая для друзей презентация альбома, но в середине декабря мы совместно с «Ваком музыкой» делаем «Мит и Грид». И мне кажется, было бы классно, чтобы один из тех, кто сейчас смотрит, написал свой стих в комментарии. Давай. И самый лучший стих мы обязательно отберем, все прочтем и позовем этого человека как автора на наш «Мит и Грид». Для тебя все-таки важнее реализоваться как исполнитель или все-таки актерство главное на сегодняшний день твоя цель и миссия? Актерство главное. Там я чувствую себя прямо на своем месте. То есть здесь я сейчас захожу. Условно, даже если я разовьюсь до какого-то там высшего уровня, все равно для меня актерство будет каким-то моим истоком. То, чем я занимался с самого начала. Там я могу реализоваться как личность, свою душу, свое все. А в музыке, к сожалению, какие-то моменты ты не можешь так четко реализовать как в актерстве. В музыке есть у тебя какая-то ролевая модель, вот кто тебе нравится? У меня, честно, никогда в жизни не было ориентиров конкретно какого-то кумира. У меня не было никогда кумиров. Не знаю, я всегда как-то просто смотрел на свое окружение. И вот для меня, наверное, моя мама и бабушка, они всегда были для меня моими кумирами. Мария Маруслановна, расскажите немножко о себе. Откуда вы? Ну, родилась я в Чеченной Ингушетии. Всего ведено. Моя мама после окончания медучилища вышла замуж за моего отца и приехала туда к его родителям. Они жили в горах. И до четырех лет я жила, ведено, ходила в лес. А уже пять лет, когда мне исполнилось, мы уже в Дагестан переехали. Мама работала учительницей в школе. Я в школу в эту ходила. Летом мы ездили к бабушке на море, на Каспии купались. Мама была из многодетной семьи и было семеро детей. Папа был тоже с хорошей семьей. У него мама была русская из Иркутска, отец аварец. Они все медики там были. И сестры. Сейчас вот брат двоюродный у него, все родственники там, все дети, его медработники. Бабушкины родственники. И здесь, в Москве, живут. И на Дальнем Востоке у нас, в Комсомольске, на море, и в Орле. Ну, везде по России как бы разъехались. Вы рано вышли замуж? Рано. Восемнадцать лет. Ну, как принято на Кавказе, собственно, я так понимаю. в то время так и выходили. Ну, рано замуж. И девочки мои все, ну, как бы до двадцати все уже замуж вышли. Леон, ваш старший внук? Да, старший, первый внук, племянник. Говорят, первые, самые любимые. Самые любимые, да. И дедушек всегда. Ну, не могу сказать, что младших я не люблю. Нет. Ну, это другое просто. Ну, но это другое. Вот они, они все, даже дети, они вот разные. Их детям по-разному. А внуки, это совсем по-другому. Вот мне рассказывали мои родители, что когда появляются внуки, это совершенно другая любовь, какие-то другие грани этой любви. Вот когда у вас появился, вы первый раз его взяли на ручки, что вы почувствовали? Ну, радость, тепло, счастье, такой маленький комочек. Он такой маленький был, помещался вот так. Вот такой был. Полушут здесь. Совсем маленький был. И рос он спокойным. Ну, был такой настойчивый. Он с детства с ним очень было сложно найти что-то общее. Он всегда стоял, отставил свою позицию. Вот это у него было, да. Прям вот. То есть, если что-то хочет? Да, вот если он хочет кушать, он ест. Если он не хочет, он есть не будет. Когда вы в нем разглядели какие-то творческие качества? Ну, если последовательно, мы с ним с 10 месяцев очень много читали. И он слушал. Вот было прям интересно. Маленький ребенок, ему вроде 10 месяцев. А он слушает. И большие книжки мы читали, толстые. Он не засыпал. Пока до середины не дойдешь, он не спал. В 3 года он пошел в детский сад. Вот. И в звездочку ходил у нас рядом там частный. Он пошел в этот сад и на занятии каком-то воспитательнице, не знаю, что у них там было, она рассказывала про животных и она показывает медведя детям. И спрашивает, значит, дети, кто это? И не все дети сказали, что это медведь. А Леон сказал, что это медведь бурый. Она была в таком восторге. Она это рассказывала и еще сказала, надо, такой маленький, 3 года. И он знает, что это не только то, что он медведь, что он еще и бурый. А советские какие-то мультики? Советские мультики мы все смотрели, да. И Ну погоди, и Простоквашина, все это мы смотрели и про Чебурашку, и книжки мы читали наши, и Маршака, и Чуковского. В год он рассказывал, он рано стал говорить, год и два, наверное, ему было, он рассказывал, Майдадыра он рассказывал, Федорина Горя. Да. Так у меня сейчас комплекс начнется, у меня тро детей, никто в год и два ничего там, не бой до дыра, ничего не читает. Ну он 10 месяцев уже говорил. Мама, папа, он такие вот словами говорил, а в год-два он раздал. У меня старшие дети тоже рано стали говорить, Лаура в год и два, а сыну полтора года. Уже рассказывали стихи. Ну он говорил с детства о том, о чем он мечтает? Ну у детей всегда есть какие-то фантазии? Да, он говорил, что когда он вырастет, купит бабушке Мерседес, и маме Мерседес, и дома нам купит. Ну почти, мне кажется, он на пути. Щедрый парень. А если говорить про профессию, что у детей же разные, бывают интересные, даже необычные мечты. Значит, кто-то хочет пожарным, у меня, например, ребенок говорит, что он хочет работать быть мусоровозчиком. Я говорю, здорово, хорошая профессия. Ну да. А у Леона, а что ты смеешься? Ну Леон хотел быть строителем. Строителем. Ну он до сих пор хочет компанию строить. Какая-то есть, может быть, интересная история из его, может быть, раннего детства? Я могу вам показать. А, давайте. Ну, наверное. Вот нашли вончик. Ой, я не могу. Боже, какой сладкий ребенок, прелесть. На самом деле, я поняла, кого он мне напоминает. Он похож на Брэда Питта в молодости. Выступал он как-то перед вами, да? Выступал. В садике выступал же. И мы же на концерты ходили, да. Ну, это ему 3 года, наверное, было. Он тут песню пел все время у нас. Это вот он с девочкой тут поет. То есть он не стеснялся стоять? Нет, он не стеснялся. Да? Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. У Леона сейчас выходит альбом музыкальный. Слышали ли вы этот альбом? Слушали ли вы его? Нравится ли вам такая музыка? Потому что я думаю, что... Современная. Да, современная. Мне кажется, такой жанр нравится. Нравится. Да, все-таки. То есть вы понимаете, вы продвинутая бабушка. Ну, я же тоже музыкальная бабушка. Ну, нравится мне, да. Ну, есть смысл в этих словах. Потому что я думаю, что сейчас, наверное, Леон столкнется с какой-нибудь волной комментаторов, которые будут говорить о том, что вот и безобразование, как же так? Готовы ли вы к этому шквалу негатива обороняться в соцсетях? Читать не буду. Ну, если я наткнусь на такую запись, я, конечно, напишу. Лаурта, мам, не пиши. Нет, я напишу все равно. А что вот вы пишете в такие моменты? Ну, вот взрослый мужчина, что ты пишешь? Вот видишь, что это ребенок. Вот он не талантливый. Вот там пишут, там, вот поет не так или что. Тут про дочку Киркорова тоже писали. Что она не... Ну, ребенок, вы... Ты взрослый, а это дети. Ну, напиши что-нибудь хорошее. Или вообще не пиши. Ну, таким я отвечаю. Как ты относишься, когда взрослые уже состоявшиеся артисты критикуют тех, кто вот только встает на этот путь? Блогеров, в том числе, просто тех, кто непрофессионал и пытается занять что-то место. Ну, якобы занять. Ну, я считаю, что... Ну, критика, она всегда... Ее всегда нужно принимать. Ее всегда нужно уметь выслушать. Но когда... Я понимаю их. Я понимаю, что... И со стороны блогеров, которые начинают петь, потому что, наверное, я сейчас сам в это буду входить, но не как блогер, а как актер. Но это, на самом деле, не сильно отличается в любом случае, потому что у меня тоже нет образования музыкального. И актерскими тоже пока что нет силы возраста. И мне тоже говорили там старшие актеры, кто-то там возмущался, что у меня образование. Как там вообще? Могли куда-то позвать? И, ну, тут, наверное, какая-то зависть у людей. Куча актеров в юном возрасте. Да, я знаю, да. Особенно в Голливуде. Тут же Макалей Калкин. Он вообще ребенком играл. Конечно, у него нет образования. Да, да. Он как-то сыграл. Да. И, ну, у каждого свое отношение к этому. Но мое мнение, это то, что вот если прям говорят, вот так вот гневно, зачем вы лезете там в музыку? И от того, что они на первых чартах, это, естественно, зависть. Ну, тут как бы я там не хотел кого-то скрасить. Ну, это качество человека. Если вот у кого-то получилось, сделать это легко, значит, это так восприняли люди. Надо пользоваться. Как это можно сказать, что это из-за соцсетей? Так, ну, если есть машина, и зачем тогда бежать до какого-то места, грубо говоря? Когда у нас есть возможность, надо за все цепляться, пользоваться. Как сейчас есть там чат GPT, зачем тебе писать там огромное сочинение там на работу? Условно нет. Ну, в учебе это одно. Сам, конечно, надо писать. Но если ты можешь там чат GPT забить, все, у тебя готово. Так же и в соцсетях. Почему нет? Если ты можешь попросить свою аудиторию, ребят, поддержите меня, послушайте, и ты будешь на первом месте в чартах, это наоборот круто. Я вот никогда, ну, я не хочу подписываться ни с лейбами, ни с кем там, ни продюсеров. Я хочу как-то полностью все это делать по наитию. То есть, если я захотел, написал. Если я не захотел, там, вообще перерыв взял. Смотри, у тебя все-таки есть такая возможность. Ребята же не просто так идут на лейбель, чаще всего. Это их возможность о себе заявить, потому что у них нет денег. Чаще всего вот L1, например, рассказывал, что у него вообще не было никаких денег. Он поэтому был готов на любые контракты, лишь бы ему помогли и дали возможность писать в студии музыку. То есть, у него не было денег на студию. И поэтому он подписался тогда с Blackstar на какие-то адские условия, потому что он просто хотел создавать, творить и хотел, чтобы его музыку услышали. У тебя такой, ну, как бы, нет проблемы, да? То есть, ты можешь себе позволить ни с кем не заключаться, потому что ты имеешь возможность это оплачивать сам из своего кармана условно. Но у многих просто путь более тернистый. Да, я понимаю полностью. Я, естественно, то я бы, наверное, тоже, если бы я так горел музыкой с самого начала, именно как исполнитель, и у меня не было возможности, я бы тоже подписался на лейбл. Но я не могу ничего говорить. Я, конечно, не знаю, как бы я себя так и повел. Но просто я никогда, я всегда любил быть лидером. Вот как-то мне это привела мама. То, что я не хотел никогда на кого-то работать, вот конкретно, чтобы я там... Да, да. Понятно. Не то, что на кого-то работать, это не связано вот с тем, что режиссер, например, есть, который уставит мне задачи. Нет, это в плане, там, вот у меня есть какой-то босс. Там он говорит, Леон, так-то, так-то, ты обязан там завтра прийти, сделать то-то, то-то, тут записать трек, ты должен там условно. А что мне делать, если я, ну, не могу? Мне есть себя его вытаскивать. А если вытаскивать, то это все уже переходит в такое, что ты это делаешь просто потому, что нужно. А самое, самое вот настоящее, успешное, вот как мы говорили про Андрея Николаевича и про Игоря Яковлевича, это когда ты душу вот-то вкладываешь, когда ты горишь этим, когда ты вот написал, потому что ты захотел, потому что у тебя так звезды сложились, тут даже по-другому никак не сказать. Это смесь эмоций одновременно, которые у тебя происходят в твоем организме мысли, и все-все-все, это так накладывается друг на друга, и потом это уже выходит во что-то, в картину, в, не знаю, в фильм, в песню, в альбом. Ну, это классно, когда у тебя есть такая возможность, большинство все-таки такой возможности не имеют, многие работают для того, чтобы они зарабатывали, и поэтому они, многие не имеют возможности ждать, когда к ним муза спустится, они просто вот раз, два, три, фигачи, десять. Это тоже я считаю правильно, конечно, когда ты, главное это стремление, вообще неважно твои финансовые возможности, если ты хочешь, ты должен к этому идти любым путем, я считаю, надо рвать до конца. Ейл Ван, кстати, очень хорошая премьера, у него очень крутая музыка, я раньше так по ним фанател, там лет 10 очень слышал там песни Мобраца Анна. Все танцы с локтями. Да-да-да, там мой братан Тигр, короче, ну, круто, и он огромный молодец, то, что он прошел, вот как вы сказали, действительно тернистый путь, и пробивался сам, это очень круто, и моментами, я даже, ну, нет, естественно, не заблагодарен за все, что у меня есть, но мне всегда хотелось как-то почувствовать прям вот этот напор, и поэтому я вот хочу попробовать, вот, кстати, это одна из причин, почему я хочу попробовать себя в чем-то новом, например, в музыке. Я знаю, что моя аудитория меня поддержит, но мне хотелось бы как-то проявиться не только и для них, а для новых слушателей, и открыться для людей по-новому. С кем бы ты хотел все-таки фит когда-нибудь записать? Есть у тебя какие-то... С Бастой я очень хотел бы, наверное, потому что это для меня что-то такое вот настоящее. Я сделала пост в своем телеграм-канале, мне кажется, где-то полгода назад, когда Баста приезжал в Дубай, и у него было открытие его франк, да, ресторана, и, собственно, ты там был на сцене, и под песню «На заре», значит, вы там вместе прыгали, прыгали, и я сделала пост и написала «Леон, кем, значит, живет свою лучшую жизнь?» Помнишь ли ты себя в тот момент? Я, конечно, помню, нет, я все четко помню. Меня позвали, во-первых, я очень удивился от того, что мне подошел Василий и попросил сфоткаться с его племянником. Потом я стоял просто в углу, мы с Эльдаром Джараховым стояли, общались, и смотрели на сцену, и вот ко мне подходит менеджер и говорит «Хочешь выйти? Если по кайф есть, выходи на сцену, пойти, не пойти?» И прямо вот четко у меня это в голове, я думаю, ну все, ну нельзя выпускать шанс, надо идти, я пошел, и я вот просто, я знаю эту песню вот наизусть, наизусть, и я выхожу, я на заре, и забыл просто текст. Это называется «Белый лист». Да, я просто, у меня это был очень сильный мандраж. Мне было, я прям не верил в то, что происходит, это было очень классно. И поэтому я бы хотел записать фит, я думаю, что это вполне реализуемо, потому что Василий прекрасный человек, и я думаю, что можно было показать что-то действительно классное. Еще... Ну и, кстати, нужно сказать, что он часто достаточно дает возможность молодым исполнителям, да, и берет их на фиты, и действительно открывает новые имена. Еще я хотел бы фитануть, наверное, с «Икс Чо», из девушек с «Моной», может даже с «Маканом». Я бы сделал что-то. Мне кажется, классно. Ты бы сделал что-то типа «Останусь образом» или ты сделал бы наоборот «Икс Пять», что-то типа «М» что-то там «Десять». Не, наверное, я бы сделал что-то по типу его трека «Заново». «Искать тебя заново», «Встретить тебя заново», «Типа внепланово», «Завтраки заново». «Асфальт 8» прикольный у него. У него есть крутые треки. Не, у него, мне кажется, что каждая песня Не, он очень крут. Мне нравится, как он пишет текста свои. Если бы мата еще не было в них, это было бы вообще бесценно. Просто было бы супер. Он и так такой пацан верующий и очень часто об этом говорит и какие-то правильные ценности, мне кажется, продвигает. Но когда вот в этих песнях появляются матерные слова, их там может не быть на самом деле, потому что они там не прям сильно нужны. Ну, кстати, я пишу, у меня ни одного мата вообще нет и я никогда не буду это... Я прям максимально за это тебе благодарна, потому что действительно мне кажется, что ты об этом думаешь. Леон, я так понимаю, уже неплохо зарабатывает. Вот как у вас этот процесс контролируется? То есть у него есть какой-то свой отдельный счет уже в банке? Или вы все-таки контролируете все, что связано с финансом? Мы с ним договариваемся. Я контролирую. Я в принципе контролер домашний такой финансовый. Мы с ним договариваемся, он получает какой-то гонорар от чего-то и он говорит, мамуль, мне вот там вот нужно столько за столько, то я там окей, сынок. Я говорю, но мы с ним изначально решили, что он не будет растрачивать бездумно деньги. То есть гонорар за слово пацана он не спустил в унитаз? Нет. Он нормально его куда-то там отложил, скопил? Ну, там небольшой был гонорар, но нет, он спустил его. Все-таки, да? Да, честно говоря. На что спустил хотя бы? На какую-то ерунду, да? Но я считаю, я тоже разрешила им это сделать и я считаю, что правильно, потому что после чего он мне сказал, мамуль, хорошо, что я это сделал в 14, а не в 30, когда я получил какие-то деньги и побежал их тратить. И он и есть вот эта вот мудрая такая история, когда он что-то делает и это не очень, как бы, типа классно. он говорит, мам, зато я в 30 такого уже не сделаю. Я говорю, хорошо. Я запомнила этот момент, записала, посмотрю. И это правда, потому что даже вот спустя уже там 2 года повторений нет таких. Вот вообще абсолютно. Он человек, который учится и на чужих, и на своих. Вы, получается, сейчас его и агент, и директор, и в общем занимаетесь полностью его всеми вопросами. То есть у вас тоже какой-то есть гонорар от вот этих всех его услуг или как? Нет? Вам не платят зарплату или как-то? как это? Здесь это мамочка уже нормально устроился. А здесь включается работа матери. У нас это, как я говорю, у нас семейный подряд, потому что я и Антона агент, получается, и директор, и Леона. Антон-то хоть платит какие-то проценты? Все. Антон платит все. Ну да, это знаешь, я люблю всегда говорить, что мои деньги это мои, а твои это наши. Это классика. Это моя любимая фраза тоже, поэтому Антон, слава богу, очень, очень правильный. Молодец, Антон, респект, настоящий мужчина, согласна, абсолютно. За финансы дома отвечает женщина, вот у нас так. Здесь тоже такой момент, потому что мне многие рассказывали, кто работал со своими родителями, что до какого-то определенного момента ты работаешь, а потом как будто бы правильно расходиться, потому что не случалось каких-то конфликтов. Может быть. Я понимаю, что здесь такая жизнь непредсказуемая. Сегодня одно, завтра другое. Что будет там через неделю мы можем предугадать, правильно? Поэтому кто его знает, пока так. Пока так, я понимаю, что или он понимает, что все, что я делаю, он это прекрасно знает, я делаю во благо его. И для него это было всегда, и это продолжается и сейчас. у нас просто семейный подряд, у нас просто семья. Мы просто вот живем. Деньги это то, без чего жить нельзя. Но это не про то, что надо вот хватать, хапать. Мы не про это. Поэтому, возможно, всегда у нас, слава богу, все спокойно, стабильно и хорошо. Ну вот финансовой грамотности будете его как-то учить? Во-первых, у него в школе всегда есть финансовая грамотность. Очень хороший предмет. С малых лет, сейчас есть финансовая грамотность. И, естественно, мы тоже все обсуждаем. Я ему говорю там, что сколько там, не знаю, пришло у него, сколько у него шло, сколько он может потратить. И, ну, с учетом того, что еще карманные деньги все равно остаются у него. Так же. Он говорит, мама, а что там в карманные? Я говорю, сын. То есть, он свои не берет. Он все равно у мамы, мама, пожалуйста. Я говорю, что как-то вот да, есть какая-то, видимо, такая еще все равно история. Я считаю, что это нормально. А планируете ли вы все-таки возвращаться в Россию, продолжать, может быть, обучение уже в университете в России? Или все-таки вы хотите остаться пока здесь? На самом деле, ну, Россия наш дом, и это вообще неотъемлемая часть нас. Мы здесь, как вот реально, когда мне говорят, вы эмигрировали, что-то еще нет. Мы просто здесь учимся и живем, и я здесь только потому, что я, ну, я мать ребенка своего, я только поэтому здесь нахожусь, что я учусь со своим сыном так же, как и он. Вот. Конечно, мы вернемся в Россию после того, как он закончит обучение. Я думаю, что хотелось бы, чтобы он и здесь закончил университет. Для чего тогда были вот эти вот школьные годы? Ну, и там что-то закончат, я думаю. То есть все-таки получать образование в университете, высшее образование вы хотите здесь и будете все-таки учиться? И здесь, и там он хочет. Я думаю, что, ну, вот сложно сказать еще два с половиной года, понимаете? Учиться два с половиной года. Ты поступать думал на актерское мастерство или что-то такое в театральную школу? Конечно, я буду это делать, безусловно, но хочу это сделать после того, я окончу здесь образование полностью. Мне хотелось бы, наверное, в ГИТИСе либо в МХАТе покончить свое образование актерское, я обязательно буду ее получать. И в дальнейшем уже набираться науков, поехать куда-нибудь в Голливуд и там себя попытаться найти, попробовать. Думаю, что обязательно все получится, если вкладывать достаточно усилий и времени. А вот режиссеры, с которыми ты бы хотел поработать, это кто? Из русских хочу, очень жду прям момент, как работать с Матчевым, потому что у нас будет совместный проект. Так у вас уже был проект? Ну, да, но тогда совсем мизерная роль, я не успел этого попытать, но я знаю, что он четко разделяет работу, семью, все-все это, и хочу с ним обязательно посниматься. Хотелось бы с Гаем, Гай Ричи, конечно же, у него очень хотел бы сняться, попробовать себя. Кого-то, я не слишком, так сказать, разбираюсь в режиссерах, я знаю картины, но вот... Наших российских ты имеешь в виду? Нет, в целом, мировых, да, так как я сильно эту сферу не изучал. Я знаю определенных каких-то людей, но смотря на картину, ты не можешь понять то, как работает режиссер. Вот, эта картина, это все уже такое слаженное, естественно, режиссер, это 50%, все понятно, но хотелось бы, чтобы было так же, как с Андреем Николаевичем, потому что, ну вот я уже сейчас работаю с Лешей Чадовым, но чтобы это был режиссер, который тебя учит, который действительно чему-то учится, не чтобы ты там приходишь, просто говоришь, тут встань так, тут сыгра это, а чтобы он тебе показывал, и если ты это не умеешь, он с тобой сидел, действительно разговаривал, это очень все полезно, и хотелось бы от каждого режиссера учиться чему-то новому, пока что вот так у меня все идет. Да, но многие режиссеры берут актеров, чтобы их не учить, а наоборот, чтобы они сами уже все делали. Да, да, конечно, конечно, так тут, это абсолютно тоже нормально, правильно, но я понимаю, что на этапе моего развития сейчасшнего, мне бы хотелось еще чему-то научиться, потому что я считаю, что мой актер, актерский потенциал вообще еще не до конца со всеми развит, и всегда, до конца жизни вообще люди учатся, у меня мама, она до сих пор учится, она всегда меня приучала к тому, чтобы я никогда не забрасывал учебу, у мамы там, у мамы, напомню, три высших образования у тебя, да? У мамы, три высших образования, все они разные, абсолютно, на разные сферы, четыре даже, из которых я знаю. Так, у меня сейчас комплекс начался, срочно, надо учиться пойти. Насколько я знаю, там мама и психологическое образование, и журналистика, и вокал, и все они назову, я просто четко не знаю, но всегда нужно развиваться, потому что наш мозг это такой ресурс, это до конца, я уверен, вообще неизведанный, мне всегда было бы интересно, я всегда воспринимал тело как инструмент, ты можешь накачаться, ты можешь там и развить свои мыслительные навыки до такого уровня, что ты там смотришь на что-то, ты понимаешь, если ты крутой биолог, или ты увлекаешься растениями и прочим, смотришь на дерево, понимаешь, что там так, карата такая, состоит из этого, насекомое, которое на него ползает, если ты все это знаешь, ты постоянно, ты идешь, и я считаю, что для мужчины очень важно быть умным, важно быть эрудированным, чтобы там твоя женщина рядом с тобой могла ни о чем не думать, ты уже все простраиваешь, наперед, и у меня такое есть, потому что мои друзья со мной всегда спокойны, уверены, знают, что я как некий лидер, группа Майдзио у нас все, но в основном я там говорю, тут ребят так, 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 за всем слежу, я на себя беру ответственность, да, я считаю это правильным, люблю это делать, для меня несложно, наоборот, помогает мне быть более ответственным, развивать это качество в себе, и вот, еще раз повторяю, мужчина всегда должен, ну, женщин тоже, конечно, не отменяет ни в коем случае, но мужчина, он должен быть образованным, обязательно, я считаю, должно быть высшее образование, ну, это 100%, каким бы оно ни было, просто он должен быть, как некая подушка безопасности, в будущем, и просто знать, что, вот, ты в какой-то сфере, ты знаешь, что ты ас, ну, грубо говоря, и можешь все об этом рассказать, и ладно, чтобы это было тоже тебе полезно, как-то в жизни. Ну, после того, как у тебя стало больше миллиона подписчиков, в инстаграме, запрещенной соцсети, в телеграме, там тоже, наверняка, стало писать огромное количество тебе разных девушек. Кстати, блин, ну, кстати, нет, не может такое быть. писала, но это не было так, что мне там предлагали познакомиться, в основном, совсем там маленький, ну, ладно, нет, мы признавались, конечно, в любви, писали там, я тебя люблю, да, стихи, ладно, да, такое было. Моей сестренки, там, ровесницы, конечно, я там всегда отвечал, спасибо, очень приятно, и там прислали маме всякие письма, ну, мне было очень приятно от этого, по-моему, дело, в любви это очень громко признаться, но ценно, что человек настолько, ты его чем-то зацепил, что тебе пишут такие вещи. Ну, когда девушка сама первая проявляет инициативу, тебе это нравится, или тебя это пугает больше? Я считаю, что первым инициативу должен проявлять мужчина все-таки. То есть, если тебе будет писать девушка, и там предлагать на свидание сходить с тобой, тебя это немножко спугнет? Ну, это будет какой-то чрезмерный поток уверенности, наверное, с ее стороны. Если мы скажем, что это там первая неделя, и она мне там пишет вот это, что давай пойдем на свидание, я подумал, это настолько я торможу, что мне уже так впрямую говорят, потому что я там, для меня это, важно понять человека, важно понять, мой ли это человек, важно понять, подходим ли мы, так сказать, модным словам по вайбу, и общие ли у нас цели, и будет ли мне хорошо с этим человеком, что он, я вот, мама очень хорошую вещь говорила, потому что она в отношениях всегда смотрела на то, нравится ли она себе в них. Я стараюсь придерживаться то же самое, то есть если я себе нравлюсь, если я понимаю, что с человеком расту, и я привношу в его жизнь что-то хорошее, то это классно. Поэтому мне нужно время, но мне так написали, я бы оскорбился внутри себя, подумал, что я не мужик, не мог написать сам, не знаю, ответил бы я да, пойдем, грубо говоря, или нет, это тяжелый вопрос. У тебя были когда-то серьезные отношения? Насколько они могут быть серьезные в твоем возрасте? Серьезные? Да, да, были, они были дались около год и три месяца. Это большой срок. Да, ну я был совсем еще юн, было 13 лет, вот, то есть серьезными, не могу их назвать, но они были длительные, да. Но ты ранний такой мальчик, потому что не у всех в 13 лет отношения появляются. Ну да, ну нет, сначала было дружески, но потом как-то так начали встречаться, и вот так. Ну было классно, я очень благодарен человеку за все, что было, мы спокойно, на добром разошлись, ну потому что все-таки это совсем такое детское-детское время. Какие черты ты бы хотел, чтобы были в твоей потенциальной девушке? Я хотел бы, чтобы она была сына искренна и была честна. Ну да, хоть и три, ты хочешь похожее слово, но они разные, искренность для меня заключается в поступках. Потому что со мной всегда была искренняя мама, и все-таки у мальчиков у всех простраивается такой образ, ну это нормальный образ, любимой будущей жены, с его мамой. И вот моя мама со мной всегда была искренняя, она вся говорила мне правду. И так же бы я хотел видеть в своей девушке, что если я что-то делаю, и ей это не нравится, она говорит, слушай, мне не нравится, можешь лучше. Тут так-то, так-то изменить, чтобы не было четко свое мнение, чтобы это не было такое, что бы я не сделал, где бы не снялся и сказал, да-да-да, ты у меня самый лучший, условно, ты у меня самый лучший, но здесь плоховато. И вот еще для меня очень важный спектр, что она любит готовить, что она в хороших отношениях с моей мамой, для меня тоже будет очень важно, что она... Так, девочки, есть время научиться кашеварить. Да, вот, что вот обязательно должна понравиться маме. Всем быть в ладу моей семьи, вот, с моими друзьями. То есть ты будешь, по сути, спрашивать у родителей после знакомства какие-то впечатления? Ну, по идее я не поведу человек сразу знакомиться, но если я для себя пойму, что да, наверное, можно, настал тот час, так скажем. Но я всегда маме говорю, что там, мама, вот я, я начал общаться с девочкой. Просто предупреждаешь, чтобы сказать, она спрашивает, где я, я говорю, ну, так-то я же не буду врать ей. Вот, а потом, когда уже приходит время, и то все, да, иду знакомиться сейчас с мамой. Про тебя и про Лунаком, блогера, писали, что вы в отношениях. Были ли вы в отношениях? И как ты в целом можешь прокомментировать то, что о вас писали? Ну, мы просто какое-то время общались и были в одних компаниях. Это самое очень глупое. Мы ходили на квесты вместе. И вот у нас были общие друзья. И пару раз нас фоткали, потом она приехала в Дубай. Она знакома была с моим одним другом, Марком. Вот, они тоже там общались. И мы просто проводили время вместе. И так у нас очень, ну, два медийных человека, постоянно фоткаю. Дальше уже дело интернета, все это вот так вот началось раскручиваться, что... И на то, что форсили, понятно, что добавляли, но в целом отношений у вас не было? Их не могло быть. Ну, как мне, то, что у меня этого времени подходящего, абсолютно нет. На тот момент у меня особенно был полностью забит мой график, что я не мог себе позволить на то, что отношения пойти просто куда-то погулять с друзьями. Ну, она просто тебе тепло очень отзывалась в одном из подкастов. Я тоже, максимально, она хорошая девочка. Харизматичный, воспитанный. Ну, просто весь... Нет, я точно так же могу сказать, что она хорошая девчонка, она правильно воспитана, молодец, но просто есть такой, когда ты смущенный человек, вы понимаете, что мы можем дружить, но что-то ближе... Нет. Но сейчас ты не в отношениях? Нет. Сейчас ты свободный мужчина. Сейчас, ты в поиске. Тебе важно быть в отношениях, быть влюбленным? Для тебя это какое-то топливо или наоборот? Наверное, мне важно, чтобы я кем-то восхищаться, мне кто-то там нравился условно, за кем-то там следил. Вот эта небольшая романтика, наверное, должна присутствовать в жизни. То есть я не могу жить без каких-либо пустых эмоций. То есть если мне никто там не нравится, у меня это какая-то мотивация что-то делать. Должна быть своя муза, если так, это надо быть. Всегда. Тебе вообще сверстницы нравятся свои или девушке все-таки постарше? Нет, нет, это не в возрасте познается. То есть если я раньше мог сказать, что только постарше, сейчас я уже понимаю, что это больше в том, как воспитан человек. В 15 лет большинство девочек, я судил по своему окружению, в основном из своих одноклассников в школе, я понимал, что когда я с ними разговариваю, у нас не такое большое количество общих тем. И хочется обязательности, критерий, чтобы жена, девушка была умной. Я считаю, ну это важно. Было о чем поговорить. Вот если говорить про актрис, думала ли ты о том, чтобы встречаться или построить какие-то отношения с актрисой? Или наоборот, ты хочешь кого-то, кто не из этой индустрии? Мне ему в детстве нравилось калли, дженнер, всякие... Ну тебе не в детстве, тебе недавно ты тоже где-то говорил, рассказывал. Да, ну она классная, просто короче, ну да, конечно. Вопрос нет, но она немного старовата для тебя уже, ну что делать? Ну, да нет, я никогда, ну во-первых, даже если было, я бы вряд ли скажу, мне нравится какая-то актриса, вот так, чтобы она бы это увидела, это было бы соревновановато, но честно сказать, нет вообще сейчас какого-то человека, которым я бы смотрел и думал, блин, я потерялся не встречаться. Ну, наверное, а ты еще молодой парень, еще впереди, у тебя вся жизнь? Я сейчас понимаю четко для себя, что я там хочу посниматься в романтических фильмах, условно там, там, целоваться в кадре, грубо говоря, и я понимаю, что даже если у меня будет там девушка, которая бы принимала это, для нее это все равно было бы, цепко, видеть, как ты, ну, я сужу по своему какому-то восприятию, что если бы у меня там девушка была актриса, и она бы снималась, там, вулканах, где она целуется, у меня бы это, естественно, заделывало, как мужчина, но при всем понимать, что это работа. То есть ты ревнивый? Нет, но... В смысле, если ты увидишь? Ну, это же не ревность. А что это? Это просто понимание того, то что, ну, Мобиксик, ты видишь, кто-то целует твою женщину, ты спокойно это же не посмотришь. Это ревность? А что это? Ну, ладно, если так, то, может, да. А тебе также приписывали роман с Машей Абрамовой, с актрисой. Был ли у вас роман, действительно, были ли у вас отношения? Не сказал бы, нет, то есть отношений у нас не было, мы просто проводили время вместе. Она была с тобой просто на премьере по треней серии. Да, 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 нет, я позвала, то есть она, мы с ней дружили, ну, это как есть там, она мне нравилась там, внешне она классная, она умная, крутая, я там тоже, мы просто проводили время вместе, я вот взял там на премьеры, пару раз прогуливались, и все. Но потом поняли, что все-таки, ну, я же, я еще очень неудобный человек для отношений, потому что я постоянно в Дубае, то в Москве, там это очень, ну, а что наоборот, в Дубае здесь одна девушка, в Москве другая, очень удобно, ты поехал здесь. если уж не шутить, то вот в этом плане неудобно, поэтому мне вот долго, довольно время не было из-за этого как раз отношений, потому что постоянно летать в Дубае, там, или я постоянно летать в Москву не мог, а если я прилетаю в Москву, то у меня постоянно работа, постоянно все расписано, и какое-то свободное время я все-таки хотел посвятить еще своим друзьям, которым я там посвятить, там, я очень хочу, ну, я часто летаю в Питер, стараюсь, а иногда у меня на это вообще нет времени, и я, ну, предпочел бы лучше поехать к своей бабушке, покататься на квадрике, на даче, я очень хочу сейчас, вот я вот прям жду этого момента, когда я поеду, вот, совсем уж скоро, в декабре, поеду, буду кататься, для меня вот это прям радость. Для тебя, короче, это важнее пока, чем отношения, и пока вот начало. Да, просто хочу как-то стабилизироваться, понять, чтобы появилось время, и я хочу, если я вхожу в отношения, то я хочу давать человеку, так скажем, лучшую версию себя, чтобы не было такого, что я понимаю, что я могу дать то, чего бы хотел дать. Ну, он, если девушка нравится, он делится с вами эта информация? Всегда, всегда, да, вот, спасибо сыночек, всегда, да, он делится. То есть он рассказывает, мне понравилась какая-то девушка, какие-то... он рассказывает о каких-то своих переживаниях, ну, я говорю, что мы очень близки с Леоном. Я так понимаю, что вы разошлись с вашим супругом, да, с первым мужем и с отцом Леона, и вы жили с ним вдвоем. Вдвоем, мы жили вдвоем. Правильно понимаю, что отец не принимал особо участия? Принимал, принимал участия до какого-то возраста, потом просто он стал тяжело болеть, и, ну, и вот, его не стало в конечном итоге, он умер. Это какая-то была внезапная для вас история, или все-таки вот эта болезнь, она... Это была болезнь, но смерть была внезапной, да. Это было, как бы, ну, мы не думали, что человек умрет. Как вы вообще ему об этом сообщили? Сама, я сообщила ему сама об этом, сама. Это было, да, это было неожиданно, мне было тяжело им говорить, очень тяжело прям, и... Ну, я поняла, что кто ему скажет, маленькому ребенку, вот. Он очень так это, ну, тяжело воспринял, тяжело, очень тяжело. И всегда мама присутствовала, мама, моя семья. что она очень активна. Очень активна мама принимала участие, потому что я еще там доучилась в университете, потом я работала, и, соответственно, мама была молодая, она говорит, зачем мне няня? Это мой первый внук, мой дядя, потом муж моей сестры. У него всегда рядом в жизни присутствовали мужчины. То есть какой-то пример мужчины, как нужно себя вести, каким ты хочешь стать, потому что все равно, особенно мальчика, ну, как бы девочку... Мотивирует, да, это мотивирует, формирует. По Монте-Соре считается, что мужская фигура, очень важна после шести лет. После шести лет мальчику важен отец. Как раз-таки у Леона его не стало. У Леона его не стало. Я, знаете, как я считаю, каждому человеку дается по силам, правильно, что-то, и мы каждый приходим в этот мир, зная уже о чем-то, бессознательно, естественно. И мне кажется, вот Леон пришел ко мне и, наверное, он знал, что будет так вот в нашей с ним жизни. Но он знал с детства, как нужно там ухаживать за женщинами бессознательно. Ему там было четыре года, он там нам с бабушкой рассказывал, как это нужно сделать, и в садике он там был просто ловелас. так вот. Поэтому я даже не могу сказать, откуда он взял какие-то вещи, которые сейчас применяют в жизни, применяются в общении с женщинами. Ну, возможно, конечно же, это мы с мамой ему как-то, ну, культурный код привили, естественно. Но вот этот вот культурный код мужчины, мне за него никогда не стыдно, за Леона вообще, никогда. Как он относится к женщинам, он мне всегда говорит, мам, ну это ты меня так научила. И я, конечно, думаю, ну, их прекрасно. Мне кажется, еще, он как-то как будто бы в детстве должен был заменить вам, в том числе, партнера, ну, мужскую такую фигуру, как будто бы он взял на себя немножко вот эту роль. Да, тоже чуть-чуть было, да. Как о матери, мне от этого больно, но как женщине я понимаю, что это классно, это хорошая какая-то такая вот черта. Он с самого раннего детства носил там сумки, я говорю, сыночка, не надо, мам, давай я тебе помогу, там, или еще, там, мамульчика, я там тебя защищу всегда, где-нибудь там, я не знаю, мы на лыжах, помню, очень яркая история, приезжаем на лыжах кататься, я, ну, и вечером, там, мы всегда ездили с друзьями, с моей подругой, с ее детьми, вот, ну, и вот все, как бы такая компания женско-детская, и мы там с девчонками вечером, говорим, сыночка, ну, все, давайте, говорю, вы тут сидите, смотрите, там, мультики, мы пойдем вниз, например, посидим, там, поедим, поболтаем, мамуль, ты что, куда ты пойдешь болтать, вдруг там кто-нибудь, не знаю, нападет сейчас на тебя, вот у него был такой страх тоже, когда ушел отец его из жизни, у него был страх, что у него остался один родитель, конечно, это такая тоже. Ну, вот с вами делился тем, что, ну, он переживает, спрашивал вообще про папу, как-то. Да, 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 мы часто об этом разговариваем, вот только вот между собой у нас, он не любит об этом говорить с другими людьми, ну, я думаю, что это придет со временем, но сейчас, наверное, для него это такая, ну, такая тема, очень непростая. Я еще что думала относительно Леона, что у него на самом деле похожая немного история его героя, потому что он тоже рос условно с мамой, ну, понятно, что там папа тоже есть, был там, да, до какого-то возраста, ну, да, и вот в этом плане он мог чувство своего героя понимать, да, может быть, он в условиях немного иных все-таки рос, но тем не менее, все равно вот это ощущение того, что ты у мамы, мама и сын, да, такой старший сын, надежда вся на тебя, оно у него как бы тоже присутствовало. Чувствовали ли вы, что у Леона какие-то прослеживались черты после съемок «Слово пацана»? Было чуть-чуть, такое было отношение к маме, словно ко мне, более стало нежным, более трепетным, он так переживал, вот это вот, видимо, вот этой всей истории его мамы, которая сходит с ума. он как-то вот, как раз-таки, стал очень такой, вообще просто, он всегда был супер сыном, а тут он стал вообще каким-то таким, прям вот, внимательным, и уже внимательным, не как маленький мальчик, а как вот, ну, и не взрослый мужчина, а как вот подросток, такой стал внимательный, подростки же, они невнимательные, зачастую бывают, очень. У тебя мама сказала, что ты стал как будто бы еще более внимательной к ней, более заботливой, хотя она говорит, куда еще. Это определенно, кстати, вот вы подметили, да, чем старше я становлюсь, тем сильнее я начинаю ценить малым, вот у меня как-то так работает, не в том, и даже как-то у меня, я не знаю, мне вот, честно, все равно называют меня там маменьким сыночком, говорят мне, что зачем ты с мамой уходишь на премьеры, куда-то еще, я думаю, ну, что таким людям отвечать, я думаю, что маме каждый был бы безумно приятно, если бы вы ее отвели, куда-то там познакомили, не знаю, с своими друзьями, просто там сводить маму в ресторан, что-то круто, подарить маме лично расцветы, это же так ценно и так классно, маме будет так приятно, ну, вот, как мама может сказать, то, что, и не сложно, главное, но все равно, вот, возвращаясь к этому, говорят, зачем, зачем маму берешь, зачем тебе ты взрослый, ну, а как, как, это, тот человек, который сделал меня тем, кем я сейчас. Ну, на самом деле, это маме, я думаю, очень приятно, все это слышно, что большая редкость, обычно, в определенном возрасте, мальчики как раз так вот, мам, все, пожалуйста, не позорь меня, не надо за мной присматривать, я уже сам независимый. Ну, конечно, да, есть у меня тоже такое, что там, ну, мамуль, все, мамуль, ну, я пойду, я вообще все это мягкое дело, но еще мне просто в голове четкое понимание того, что я не могу оплошаться никак, я понимаю, что я конкретно из Кемстич, я отвечаю за нашу семью, я хочу быть опорой для своей бабушки, для своей мамы, для всей своей семьи, чтобы все могли на меня положиться, и я максимально чувствую на себе эту ответственность. Вот, я в голове всегда себя держу, ты что ли, у тебя нет шанса на ошибку. Твоя мама рассказывала в каком-то интервью, что Кемстич, это ее фамилия, что она ее оставила, и твой папа был не против, как раз таки, он даже сам, он сам взял, по-моему, даже фамилию, и поэтому для тебя особенно важно, чтобы эту фамилию уважали, и они знали, и слышали. Я правильно понимаю? Ну, не то, чтобы, не знаю, это мы уважали, слышали, но, конечно, чтобы с ней она асоциировалась только с хорошими вещами. Вот этот момент близости, да, и того, что у вас пока не было сепарации, как я понимаю, которая, ну, в дальнейшем, когда-то, да, потому что все-таки он ваш сыночек, да, несмотря на то, что для многих он большая звезда, артист, многие даже не задумывают, сколько ему лет, что он на самом деле 16, да, что он еще совсем ребенок, по сути, а мы наделяем его какими-то уже взрослыми чертами, и нам кажется, что он же уже, ну, он же в кино снимается, значит, он уже взрослый, вот, но, тем не менее, он пока ребенок, и пока с вами связь очень близкая, но все-таки в какой-то момент сепарация должна с родителями происходить, для того, чтобы ребенок стал более самостоятельным, для того, чтобы он строил уже свою жизнь, совершал свои ошибки, вот, вы об этом думали в какой-то момент, что его надо прямо отпустить? Абсолютно, на самом деле, у нас, вот эта вот такая легкая сепарация начала происходить, ну, вот лет с 13, прям вот в какие-то моменты, такие супер личные, они стали прям вот проявляться, поначалу мне было сложно, как маме маленького мальчика, ты мама мальчика, ребенка, и тут этот мальчик уже не мальчик, и ты, в смысле, я же только вот была мамой, мамой мальчика, а как это вот тут уже вот такой большой стоит, мужчинка такой, да? Эта сепарация у нас уже происходит несколько лет, уже есть вещи, которые я абсолютно вот, ну, спокойно отпускаю, там, не контролирую. То есть в 11 часов быть дома, вы не говорите? Нет, у нас такого уже нет. Ну, например, он уже там иногда летает сам, и это тоже, что только большая сепарация, я спокойно тоже его отпускаю, куда-то полететь самому. Ну, в смысле, куда-то это, значит, из Дубая в Москву, из Москвы в Дубай. Все равно в какой-то момент примет решение, что вам нужно разъехаться. мы говорили об этом тоже много раз, он говорит, мам, я, может быть, там 18 лет буду жить один, я говорю, слушай, вообще без проблем, если ты будешь себя чувствовать так, ну, то, что ты готов жить один, давай. Прошел вот этот, наверное, такой острый период, когда я не понимала этого, но сейчас вот я даже спокойно об этом говорю, я спокойно это воспринимаю, я понимаю, что он может там через какое-то время полететь на отдых с девушкой, с друзьями, и да, Это вообще будет новый стресс, новый уровень стресса для мамы. Я это уже как-то вот в себе взращиваю эти мысли, и, в общем-то, нормально. У тебя все-таки такой уязвимый возраст, и вот как тебе кажется, благодаря чему твоей маме удалось сделать так, чтобы ваша связь не была нарушена? И я так понимаю, что у тебя такого жесткого переходного возраста пока не было? Он был. Был? В чем он выражался? Ну, конечно, у нас были какие-то разногласия с мамой, да, там я мог поканючить, покричать, из-за того, что я думал, что это не нравится. Вот я, по-моему, четко, ты помнишь, что с 13 до 14, как раз до съемок «Слово пацана», он был у меня короткий, потому что мне пришлось его зажать в себе, из-за того, что я понял, что у меня съемки, надо успокоиться, надо... Вы пришлось его отложить? Отложить, да, может, когда-нибудь сейчас случится, не знаю. Но он был, конечно, да, я там с мамой ругался и с семьей, и там вообще там хотел уходить. Ну, вся эта ерунда, которая проходит, ну, слава богу, это все прошло. Но у меня не было это так, что я постоянно... Ну, из дома ты не уходил? Нет, нет, такими я не занимался. Не было так, что я вот постоянно «сорись, сорись, сорись» и считаю себя правым. Нет, если я ссорюсь, я просто считаю, что... И считаю, что тебя никто не понимает, что все вокруг вообще и не знаю, что ты хочешь. Ну, да, 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 это нормально все вот в этом возрасте. Но я всегда извинялся перед мамой, я понимал, что я не прав, я всегда признал свою вину. Да, я считаю, что мужчина перед женщиной, даже если он не виноват, проще все равно извиниться, потому что к чему вот эти разногласия и вы просто тратите свое время, тратите свою жизнь на ссоры, на все это лишнее, тем более, когда это твоя мама и твои любимые люди, то это все совсем ни к чему. Ты так как подросток все-таки, да, я уже мама, у меня тоже подрастают детки и, конечно, я думаю, что всем полезно, из нас, из мам, будет услышать версию, да, все-таки подростка, что нужно делать нам, родителям, чтобы у нас была вот такая связь. Родителям очень важно, вот если так вывести это, скажем, пять пунктов, ну, не знаю, сколько их, но вот разговаривать, быть более снисходительными, понимающими в некоторых моментах, потому что я понимаю, что это бывает сложно понять, бывает, думаешь, блин, а что он так себя ведет, я его воспитал, я на него в полжизни свою потратила, все, что только там я делал, вот он неблагодарный. Да, такое может быть, но в глубине души своей, немножко распсихованной в этот период, я понимал, что в некоторые моменты, что я, ну, из-за такой ерунды начинаю этот скандал, я уж думаю, что делать, ты не контролируешь просто это, тебе, тобой правит твой организм, не нужно просто лишний раз вот помолчать, и все, там он дальше успокойся, потом сказать, все в порядке, как бы, да, и все, на самом деле, мне кажется, то, о чем мы с тобой говорим, это примерно сюжет сериала «Слово пацана», потому что это вот как раз проблема подростков и их родителей, которые их не слышат, или они ими не занимаются. В этот период у ребенка простраивается его психика и какая-то после этого он становится какой-то маленькой, так скажем, личностью, и важно в этот момент не давить на него еще сильнее, вот этот уже главный такой аспект. Тебя как-то этот сериал поменял, вот как человека, как личность, после того, как ты снялся в нем, посмотрел его сам? Я стал больше, больше ценить то, что ты имеешь, я прожив вот это все, ну, действительно прожив, так скажем, потому что я был на съемку постоянно, я сам себя готовил. Больше даже. Я начал, действительно, ценить больше то, чего имею. Я вот понял, что вот как оно все-таки бывает. Не учитывая какое-то финансовое положение моего персонажа, а то, что вообще присеял на улицах, я действительно стал благодарен как бы всему, что это ушло, что у нас сейчас вот так вот такого не происходит. Поэтому я думаю, что это каждый такой здоровый человек должен был взлечь для себя вот это, понять, что так делать нельзя, посмотреть, как это было и что за это бывает. Вот как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы воспитать сегодня патриотичное, конкурентоспособное, такое вот поколение на основе все-таки традиционных ценностей? Ну надо, чтобы голова была на месяцах, когда правильно человек поспит, когда ему с самого детства внушают правильные его ценности, у него даже мысли не будет какой-то куда-то свернуть, что-то сделать. Опять же, я как бы отношусь нейтрально, это у каждого человека есть свой выбор в жизни, но ни в коем случае, я считаю, нельзя это пропагандировать и внушать. Человек должен сам понять, чего он хочет. И если вот мы чуть-чуть там затронем тему, как я просто наслышал о том, что в Америке там с детства уже детям спрашивают, кто хочет, ну, человек 2 года, не знаю, мальчику спрашивает, ты хочешь быть мальчиком или девочкой? Он что тебе ответит? Он, не знаю, в куклу поиграл один раз, ему сказать, что куклу для девочек, он скажет, я хочу стать девочкой. Ну и его начинают уже направлять полностью к тому, и все делают, чтобы он был девочкой. Я считаю, что это вообще абсолютно незаконно, бессчеловечно. Поэтому... Квадробинг вот этот. Ну, квадробинг это условно, если на это просто посмотреть, что это делать дети, да, окей. Ну, это очередная... Нет, есть же уже та категория квадроберов, которые не просто переодеваются, ну ладно, там оделся, ребенок там что-то поиграл. А когда ты ходишь в туалет в лоток, когда ты ешь уже еду... Ну, это уже психологическое отклонение, я считаю. Ну, какая-то начальная стадия, наверное. Ну, как будто бы... Вот я так это понимаю и представляю, то есть это когда крайность какая-то некая. Ну, да, честно, вот тут я согласен, по-моему, сказал уже там в лоток, но это уже какие-то совсем, правда, крайности, это уже как бы серьезно, это может развить у ребенка отклонение его психики, то, что он посчитает это нормальным. Такого, я думаю, что не хотелось бы ни одному родителю и ребенку в будущем потом вспоминать это все. Но если это как игра, если просто там выйти, побегать, а потом зайти, и все нормально, у тебя человек, то почему бы и нет. О чем вы для него мечтаете? Ой, чтобы он был абсолютно счастлив, ничего никому не должен в этой жизни и вообще вот всегда с чистым сердцем, с открытой душой к миру и чтобы мир также к нему, чтобы он был здоров и счастлив. И это самое, наверное, такое вот главное. Все остальное это такие мелочи приходящие, уходящие. А когда ты знаешь, чего ты хочешь, когда ты четко идешь по жизни, когда ты просто вот добр к миру, это важно. Чтобы он хорошим человеком, чтобы он мог, ну, коммуникабельным был, чтобы, ну, это самое главное, и здоровым. Чтобы он счастлив был всегда, никогда не грустил. Да. Как ты думаешь, что его сделает счастливым очень? Наверное, близкий человек. Скорее всего, да, близкий человек. Через 10 лет каким ты его видишь? Взрослым, умным, и красивым, и добрым. О чем ты мечтаешь сегодня? Чем мечтаю? Вот, опять же, мечта, это какая-то недосягаемая цель в голове у людей. Я бы очень хотел собрать всех, всю свою семью, в какое-нибудь огромное поместье, кем назвать его, чтобы там все были вместе, потому что у меня родственники и в Дагестане, и кто-то и в Питере, и в Москве, и чтобы всех вот так в одно место. Как бы я, как я вижу свой финал? Что значит финал? Ну, финал жизни, так скажем. Что я вот построил этот дом, все у меня там, я знаю, что у всех все есть, у всех все прекрасно в жизни. И я беру свою собаку, свою гитару, книгу пустую, лодочку такое, не знаю, ну не яхту, а просто вот какой-то катер в односпальне, чтобы была каюта. И все. Пойти в кругосветное путешествие. Одному? Одному. В конце жизни? Вот пойти там по берегам. Ты будешь древний, тебе сто лет, ты там уже не справишься сам. Ну... Тебе нужна будет помощь бабушке. Да, может, я бы ее... Или ты ее достанешь? Нет, с собой я бы с удовольствием взял бы все-таки. Ладно, возьмем с собой, конечно, вот жалкой. Сейчас, наверное, да. Она расстроится, что ты один свалишь. Да, и собаку. Обязательно. Я вот представляю ее прям как какой-то такой лабрадор. Потому что я такой же в соломенной шляпе, почему-то в темной зеленой рубашке. Я прям вижу почему-то это. В разные порта приходить, ознакомиться там с людьми. И как-то вот максимально абстрагироваться от внешнего мира и забыть о каких-то проблемах, непроблемах, вообще всю суету эту отставить и поплыть. Ну ты прям романтичный такой сейчас рассказал. Романтичный Вот это мечта. Вот это, я понял. Это мечта. А чего ты боишься? Боюсь остаться один. Полностью. Остаться один без близких людей. Откуда в тебе этот срак? Как тебе кажется? Наверное, от того, что мне в детстве и всю мою жизнь дают и давали. Продолжают давать столько любви и тепла. И у меня всегда рядом есть люди, которым я могу позвонить, сказать, что я их очень ценю, люблю, сказать, что я вот любое свое состояние и меня поддерживают. Хоть я мало прожил, но я четко понимаю, что нету ничего дороже людей вокруг тебя. О чем ты жалеешь? Я верю в судьбу и я не могу так сказать, что я о чем-то жалею, потому что если бы это не произошло, я, наверное, все вообще могло кардинально быть по-другому. Какой суперспособностью ты бы хотел обладать? Управлять временем. Прошлое и будущее путешествовать? Нет, просто останавливать. Останавливать. Просто у тебя есть больше времени наслаждаться жизнью. Ты куда-то прилетев, какое-то очень крутое место. Я вот хочу, например, полететь там в Исландию или в Индонезию. У меня есть такое желание пойти просто в путешествие в горы. Если я понимаю, что у меня есть там 4 дня на это, я там лететь работать, я остановил время, я могу там полностью насладиться тем или иным моментом своей жизни. В чем твоя суперсила? Какая-то сила рода моя суперсила. Сила всех людей, которые меня поддерживают, сила всех людей, которые рядом со мной, это моя суперсила. Во что ты веришь? Я верю в правду. Как говорил как раз Данил Абодров, в чем сила? Сила в правде, потому что если бы каждый из нас в мире говорил правду, может, мир был бы чище, радостнее и меньше людей бы грустили. Главное событие в твоей жизни? Я думаю, что мне еще предстоит его пережить. А если бы можно было выбрать какой-то саундтрек к твоей жизни или может быть фильм, который лучше всего описывает твою жизнь сегодня? Классный вопрос. Какой-нибудь хаос. Какой-нибудь хаос. Что-то ритмичное, такое спокойное, моментами. Но без слов. Без слов, просто музыка? Да, да. Что такое успех для тебя? Ты мне уже говорил, а вот успешен ли ты? Считаю, что я не могу назвать себя успешным, потому что я знаю, что у меня есть куда расти. Я знаю, что это вообще не конец. Всем это только начало. но я могу сказать, что для своих 16 лет вполне. Если просто вот взять меня и возраст. Я верю, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле. Вот в чем твоя? Как тебе кажется? Я считаю, что моя миссия, вот я прям тоже в это верю, творить добро. Я хочу помогать людям. Чем могу? Просто вот помогать. Что бы ты пожелал себе 30-летнему? Что бы у меня же было все, что я хочу. Что бы у меня все важные процессы жизни были автоматизированы. Что бы я понимал, что я могу посвящать все свое время своей, надеюсь, на тот момент уже любимой женщине, своей маме, своим друзьям, своей семье. И что бы я был человеком, который что-то важное принес в этот мир. А может снова все начать? Я не хочу тебя терять.